Владимир Войнович. Монументальная пропаганда. Роман. Журнал «Знамя». Номера второй и третий за 2000 год. Киев. 2002 год. Читает Игорь Мурашко. Пролог. Участника Великой Отечественной войны. Видной общественной деятельницы, пенсионерки Ревкиной Аглай Степановной. Я удивился, решив, что кто-то прислал мне текст из прошлых времен. Но перевернул листок, прочел слова «новое в интернете», «пэджинговая связь» и «налоговая инспек» — конец слова отрезал. Удивился еще больше. Кому нужно поминать членство в КПСС в наше-то время? Неизвестный, отправивший мне извещение, очевидно предполагал, что равнодушным оно меня не оставит. И был прав. Я давно не бывал в Долгове, не знал, что Аглая достигла столь преклонного возраста и с трудом представлял себе, как она могла жить в наши дни. Я немедленно отправился в Долгов, поселился в бывшем доме колхозника, ныне гостиница «Континенталь», и прожил там недели две, опрашив разных людей, которые знали хоть что-нибудь о последних годах Аглаи или оглашенной Аглаедки, ее имя люди по-разному переиначивали, приспосабливая к характеру. Предыдущая ее биография была мне хорошо известна. Часть ее я изложил в Чонкине и в Замысле. Повторяться не буду, но кратко напомню. Будучи комсомолкой, юной и страстной, подправила документы, прибавила себе лет пять или больше и с головой окунулась в классовую борьбу. Верхом в Коженке и с наганом носилась по здешней округе, богатых раскулачивала, бедных загоняла в колхоз. Потом заведовала детским домом, вышла замуж за секретаря райкома Андрея Ревкина, которому впоследствии пришлось пожертвовать ради высокой цели. Осенью 41-го года, при входе в долгов немецких войск, Аглая взорвала местную электростанцию, откуда ее муж, закладывавший заряды, не успел выйти. «Родина тебя не забудет!» — крикнула она ему по телефону и сомкнула концы проводов. Во время войны Аглая Степановна командовала партизанским отрядом, что было отмечено двумя боевыми орденами. После войны сама была секретарем райкома, пока ее не съели более хищные товарищи. Она вернулась на место довоенной деятельности и опять заведовала детским домом имени Дзержинского, где в феврале 1956 года ее и застало историческое событие, с описания которого пойдет наш рассказ. Часть первая. Уплотнение. В феврале 1956 года, в день окончания 20-го съезда КПСС, в Долговском районном доме железнодорожников, местному партактиву читали закрытый доклад Хрущева о культе личности Сталина. Читал второй секретарь райкома Петр Климович Поросянинов. Упитанный, краснощеки, лысый человек с толстыми, влажными, покрытыми белесой щетиной ушами. Фамилия его очень ему подходила. Фамилии, кстати, в Долгове у многих людей были значащие. Там в какой-то период одновременно сосуществовали начальник милиции Тюрягин, прокурор Строгий, его заместитель Вороватый, судья Шемякин и заведующий отделом народного образования Богдан Филиппович Нечитайло. Поросянинов читал медленно, громко чмокая губами, как будто ел вишни и выплевывал косточки. При этом шепелявил и запинался на каждом слое, особенно если оно было иностранного происхождения. Поросянинов читал, члены портактива слушали молча, с напряженными лицами, толстыми шеями и затылками, стриженными под полубокс. Потом докладчику были заданы вопросы, будет ли чистка партии и что делать с портретами Сталина, снимать ли со стен и выдирать ли из книг, как это делалось многократно с бывшими вождями революции и героями гражданской войны. Поросянинов невольно повернул голову, покосился на портрет Сталина, висевший рядом с портретом Ленина, поежился, но, сказал неуверенно, чистки не ожидается и с портретами пороть горячку не следует. Сталин, хотя и совершил некоторые отдельные неправильные поступки, был и остается выдающим, так сказал докладчик, деятелем нашей партии и мирового коммунистического движения. Его заслуг у него никто отнимать не собирается. Аглая Ревкина, испытав в жизни многое, к такому удару оказалась неподготовленной. Некоторые, выходя из клуба, слышали, как она, никому отдельно не обращаясь громко, сказала «Какая грязь! Какая грязь!» Поскольку на улице в тот вечер никакой грязи не было, а было, наоборот, холодно, вьюжно и снежно, можно даже сказать, белоснежно, слова Аглая никем не были восприняты буквально. «Да-да», — поддержала ее Валентина Семеновна Бочкарева, плановик из сельхозтехники. «И кому же мы верили?» Елена Муравьева, агентурная кличка Мура, донесла об этом мимолетном диалоге местному отделению МГБ, и ее донесение было подтверждено самой Бочкаревой во время проведенной с ней беседы профилактического характера. Но Бочкарева неправильно поняла Аглаю, хотя о грязи было сказано в фигуральном смысле, но все же не в том, какой имела в виду Бочкарева. Вернувшись домой, Аглая не могла найти себе места. Нет, не преступление Сталина, а критика его. Вот что больше всего ее потрясло. Как они смели, как они смели! Она ходила по всем трем комнатам своей квартиры, хлопала себя маленькими жесткими кулачками по маленьким жестким додрам и повторяла вслух, обращаясь к невидимым оппонентам. «Как вы смели! Как вы! Кто вы такие? На кого подняли руку?» А вы, надменные потомки, выплывала из закоулка в памяти, давно как будто забытая. В Бога она никогда не верила, но сейчас несколько бы не удивилась, если бы у Поросянинова в процессе произнесения речи отнялся язык или нос отвалился, или разбил бы его паралич. Слишком кощунственны были слова, произнесенные в доме железнодорожников. В Бога Небесного она не верила. Ее земным богом был Сталин. Его портрет, знаменитый, с раскуриваемой трубкой зажженной спичкой и у слегка опаленных усов, с довоенных времен висел в ней над письменным столом. Во время войны кочевал с ней по партизанским лесам и вернулся на свое место. Скромный портрет простой липовой рамки. В минуты сомнений относительно своих наиболее драматических поступков Аглая поднимала глаза к портрету, и товарищ Сталин, слегка прищурясь с доброй мудрой усмешкой, как бы внушал ей, да, Аглая, ты можешь это сделать, ты должна это сделать, и я верю, что ты это сделаешь. Да, ей приходилось в жизни принимать трудные решения, жесткие, даже жестокие по отношению к разным людям. Но делала она это ради партии, страны, народа и будущих поколений. Сталин учил ее, что ради высокой идеи стоит пожертвовать всем, и нельзя жалеть никого. Конечно, она уважала и других вождей, членов политбюро и секретарей ЦК, но они, в ее представлении, были все-таки люди. Очень умные, смелые, беззаветно преданные нашим идеалам, но люди. Они могли завершать ошибки в мыслях, словах или действиях, но только он один, был недосягаемо, велик и непогрешим. И каждое его слово, каждый поступок были настолько гениальны, что современникам и потомкам следовало воспринимать их как, безусловно, правильные и обязательные к исполнению. Большая статуя Сталина стояла в центре Долгова на площади Сталина, бывшей соборной, бывшей павших борцов. Она была установлена в 49-м году, к 70-летию Сталина, по ее аглайной инициативе. Аглая была в то время первым секретарем райкома, но даже ей пришлось преодолевать противодействие. Все понимали, какое важное воспитательное значение мог иметь памятник, и никто не посмел прямо выступить против. Но нашлись скрытые враги народа и демагоги, которые возражались, ссылаясь на состояние послевоенной разрухи. Они без конца напоминали, что в районе имеет место перебои с поставками продовольствия, народ бедствует, голодает и пухнет. И еще не пришло время таких грандиозных и непосильных для местного бюджета проектов. Одним из главных противников памятника был ответственный редактор газеты «Большевистские темпы» Вильгельм Леопольдович Лившиц. Он написал и опубликовал в своей газете статью «Бронза вместо хлеба», где утверждал, что монументальная пропаганда – дело, конечно, важное, это Ленин еще подчеркивал, что дело важное, но имеем ли мы моральное право сегодня тратить на памятник столько денег, когда наш народ сострадает? «Это чей же наш ваш?» В письме в редакции поинтересовался Главий, там же разъяснилось, что наш русский народ терпеливый. Он еще туже затянет пояс, он временно перестрадает, зато памятник, воздвигнутый им, останется на века. Лившиц в своем ответе сообщил, что народ у нас у всех есть один, советский. Памятник необходим, но его можно воздвигнуть позже, когда в стране и районе улучшится экономическая ситуация. При этом имел наглость записать себе в союзники самого Сталина, который, по словам Лившица, будучи мудрым и скромным, никогда не одобря бы подобного расточительства столь трудный для Родины час. Конечно, это была демагогия. Лившиц, несомненно, знал, и все знали, но вслух не принято было говорить, что экономическая ситуация нетрудной будет только при коммунизме. И что же нам, сложить руки и ничего не строить? Не пилить, не шить, не строгать, не ковать и не ваять и до наступления коммунизма? Не на это ли космополит безроду и племени Лившиц рассчитывал? Но просчитался. Вскоре он был изобличен в связях с международной сионистской и шпионской организацией «Джойнт» и понес заслуженное наказание. В тихий предрассветный час подъехал к дому Лившица автомобиль, называемый в народе «Черным вороном» или «Черной Марусей» и увез непрошенного ходатая за народ далеко от города Долгова. Лившиц был не одинок. Другие выражались не так прямо, но тоже намекали. Преодолев сопротивление, Аглая добилась своего и памятник установила. Правда, не бронзовый, как предполагалось вначале, а чугунный. Потому что вагон с бронзой, выйдя однажды из города Южноуральска, до города Долгова никогда не дошел. А куда дошел до сих пор неизвестно. Чему некоторые злопыхатели радовались? Может быть, радовался тому же, сидя на тюремной параше Вильгем Леопольдович Лившиц? Но радость его была преждевременной. Враги Аглаю знали, но недостаточно. Недооценили ее волю к победе и того, что от своей цели не отступала она никогда. Она поехала в Москву, посоветовалась со скульптором Максом Огородовым, и ему же сделала заказ на статую из Ковкова чугуна. Сталину исполнилось 70 лет в среду 21 декабря 1949 года. На всю жизнь Аглая запомнила то темное, морозное, туманное утро, гранитный педестал и фигуру, укутанную в белое полотно и опутанную шпагатом. Порывистый ветер трепал края полотна и вихрил сухой серый снег, который стлался и плыл тонким слоем низко над площадью. Несмотря на будний день, явилось все районное начальство. Мужчины в одинаковых темных пальто и в пыжиковых шапках, Аглая покрыла голову легким оренбургским платком. Кроме прочих, прибыл секретарь обкома Геннадий Кужельников в суконном пальто на ватине, с каракулевым воротником, в каракулевой папахе и в сапогах с галошами фабрики «Красный треугольник». Начальник районного МГБ Иван Кузьмич Дорохвост выделялся кожаным пальто на меху и кожаной фуражкой. Председатели колхоза все как один были краснощеки, красноносы, в полушубках, в баранних шапках и валенках. Присутствовал, разумеется, и создатель памятника, скульптор огородов, доставивший себя к месту событий из Москвы в тонком демисезонном пальто с красным шарфом, в надетом на бекрень темно-синим бархатном берете и в лакированных туфлях, к данным погодным условиям совершенно неподходящих, привез огородов с собой и жену Зинаиду. В нашем повествовании Зинаида вряд ли будет играть слишком большую роль, но раз уж попала на эти страницы, отметим, что была она женщиной полной, властной, старше огородованной четыре года, обладала хриплым прокуринным голосом и была такой матерщинницей, какие в те целомудренные времена попадались не так часто, как ныне. Огородовующее до войны она нашла на помойке, так она сама говорила. На самом деле не на помойке, а в Малаховском общежитии, где он жил, будучи никому неизвестным студентом, приехав в Москву из Костромы или Калуги. Вид с собой являл, как говорится, зачуханный, прибывался с хлеба на воду от стипендий до стипендий, имея в собственности только то, что на нем, в чемодане и сам чемодан фанерный, крытый масляной краской зеленого цвета, что-то вроде патронного ящика с ручкой из гнутой проволоки толщиной в пять миллиметров. Зинаида привела будущего скульптора к себе в коммуналку, где обитала с престарелой ворчливой матерью, отмыла его, отчистила и стал с ним жить. Вместе пережили нищету его студенческих лет. Огородов тогда лепил и сушил в духовке свистелки в виде петушков, волков, медведев и зайцев. А она торговала ими на Тишинском рынке. Ни о какой-то другой скульптуре речи не было, где и с чего, для кого и что он бы лепил. Зато после войны, когда он пергнулся с четырьмя медалями, с красной нашивкой за легкое ранение и со значком «Гвардия», Зинаида стала его везде проталкивать, как фронтовика, героя и гения. Оперируя его заслугами, обивала пороги, заводила нужные связи. На грани не переходила. А если переходила, то в исключительных случаях, для дела. Добилась огородовую членство в Союзе художников, отдельной студии, квартиры в деревянном доме с дровяным отоплением, но без соседей. Делала для него все. И он сам признавал, особливо в подпитии, «Зинка, золото! Без тебя я бы пропал!» Зинаида следила, чтобы муж всегда был одетоприятно, но с некоторой вольностью достойный художник. Сама шила ему байковые широкие блузы и штаны, бархатные дуреты, в которых, как она считала, он походил на Рембрандта. Готовила рыбные блюда, веря, что в рыбе много фосфора, способствующего усилению интеллекта, таланта и мужской потенции. В конце концов, у Макса появились более или менее сносные условия для работы. В этих условиях он собирался лепить петушков и медведей с еще большим размахом, но тут Зинаида его как раз и переориентировала, сказав, что он теперь должен лепить вождей. Из вождей Макс выбрал, понятно, Сталина. И вскоре в производстве статуй вождя достиг еще больших успехов. Собравшись, отоптались под пьедесталом, представляя собой одновременно участников церемонии и зрителей. По причине недружелюбной погоды посторонних зрителей не было, и те, кто пришел, выглядели не как вершители торжественной политической акции государственного значения, а как нетерпеливые люди, что явились на скорую руку похоронить бедного родственника. Памятник открывала лично Аглая Степановна. Немногочисленные свидетели потом вспоминали, что речь ее была четкой, твердой, без малейших признаков волнения, хотя, конечно, она волновалась. Товарищи, начала она простуженным прокуренным голосом и потерла замерзший нос. «Сегодня все советские люди, все прогрессивное человечество отмечает славный юбилей нашего величайшего современника, мудрого вожжа, учителя народов, корифея всех наук, выдающегося полководца, всем нам родного и любимого товарища Сталина». Она говорила, и собравшиеся привычные рукоплескали ей, реагируя на ключевые слова. Она кратко изложила своим слушателям то, что они знали без нее, выучив на еженедельных политзанятиях, пересказала биографию вожжа с упоминанием фактов о трудном детстве, раннем участии в революционном движении, в гражданской войне, в коллективизации, индустриализации, ликвидации кулачества, разгроме оппозиции и, наконец, в исторической победе над немецким фашизмом. Ей удалось в немногих словах выразить мысль об исключительной пользе и необходимости, особенно в наши дни, всех видов пропаганды, и тем более пропаганды зримой, крупной, монументальной, рассчитанной на века. Этот памятник, сказала она, поставленный, несмотря на противодействие наших врагов, будет стоять здесь тысячи лет, вдохновляя на новые подвиги грядущих строителей коммунизма. Эту фразу не мог пропустить мимо ушей Геннадий Кружельников. «Что она хотела сказать, — подумал он, — что советский народ ищет тысячу лет будет строить коммунизм? Глупая оговорка или вредительство?» Он не додумал еще свои мысли, когда Аглая объявила открытие памятника, вручила ему большие ножницы, какими стригут баранов. Кружельников, не снимая перчаток, взял ножницы двумя руками, сомкнул лезвие, и концы шпагата разлетелись, затрепетали на ветру. Покрывало стянули с большим трудом, потому что оно надувалось, как парашют и вырывалось из рук. А когда его все-таки одолели, участники событий слегка попятились, глянули на памятник, ахнули, в один выход и застыли. Все эти люди, кроме Огородова и Зинаиды, ничего не смыслили ни в каком искусстве, а в скульптуре тем более. Но даже они увидели, что перед ними не просто скульптура, а что-то необыкновенное. Сталин был изваян в полной парадной форме с погонами генералиссимуса, пшенели, слегка распахнутой, чтобы видны были кители и ордена, с правой рукой поднятой, очевидно, для приветствия проходящих мимо народных масс, и левой опущенной со сжатыми в ней перчатками. Сталин смотрел на собравшихся как живой, смотрел сверху вниз, таинственно усмехался в усы и, как явственно всем казалось, помахивал правой рукой, шевелил левой и похлопывал перчатками по колену. Макс Огородов сначала собственным глазам не поверил, а когда поверил, открыл широко рот и застыл с этим дурацким, можно сказать, выражением, словно сам немедленно очагунил. Вот последние годы лепил он Сталина, только Сталина, никого, кроме Сталина, но зато Сталина во всех видах. Голову Сталина бил Сталина, Сталина в полный рост, Сталина стоящего и сидящего, только лежащего не лепил. В френче, в гимнастерке, в длиннополой кавалерийской шинели, а в последнее время в форме генералиссимуса. В своем деле он в конце концов так навострился, что мог закрытыми глазами слепить Иосифа Виссарионович. Власти одобряли его как очень хорошего мастера в совершенстве, освоившего метод социалистического реализма. Его ценили и ставили в пример другим, поощряли морально, материально и комбинированно, награждая чинами, орденами, премиями, хвалебными статьями в газетах, включением его имени в энциклопедии, в списке выдающихся классиков и в списке получателей разных дефицитных продуктов питания. Но коллеги считали его крепким середнячком, холодным ремесленником, даже халтурщиком, и вообще, когда заходила о нем речь, говорили, а, этот, и лыхали рукой, не предполагая в нем божьего дара и думая, что он и сам себе цену настоящую знает. Делишки свои обтяпывает, а на высокое место в искусстве не зарится. Это была их большая ошибка. На самом деле, отдавая себе отчет в том, что делает чепуху, зарился, очень даже зарился скульптор огородов на высокое место, зарился, может быть, на самый олимп, и не халтурил, лепя очередного Сталина, а творил, колдовал, священно действовал, каждый раз, чуть-чуть менял осанку, наклон головы, прищур глаз и сомкнутость губ. Делая последние штрихи, отбегал подальше, подбегал поближе, иной раз закрывал глаза, и по наитию где-то что-то вминал, поджимал, подправлял, подковыривал ногтем в безумной надежде, что чудо произойдет вдруг каким-то случайным образом. Потом снова отбегал, подбегал, дышал на свое творение между сложенными в трубку двумя ладонями. Может, это смешно бы со стороны показалось, но он душу пытался вдохнуть в свое творение. Однако творение опять получалось безжизненным. Не было в нем ни тайны, ни чуда. Огородов страдал, иногда даже плакал, дергал себя за редкий волос и стукал кулаками по голове и обзывал себя бездарью. В чем все-таки был неправ. Бездарен тот, кто бездарности своей не ощущает. И эта скульптура, пока была в мастерской, тоже казалась Огородову заурядной. Но теперь возведенная на пьедестал вот чего ей не хватало. Она ожила и смотрела вниз на всех и на своего Создателя насмешливо и победно и с таким видом, в некотором смысле даже нахальным, будто сама себя сотворила. Боже, Боже, не сводя глаз со статуи, бормотал пораженный Создатель. Он ведь живой, живой, ведь правда живой, спрашивал он сам себя, удивляясь, как же раньше этого не заметил. Успокойся, сказала мужа Зинаида тихо, но властно и сунула в рот папиросу мундштук, который заледенел сосульк. «Нет», сказал Огородов, неизвестно, что отрицая, и протянувши руки к творению своему, крикнув, «Ну?» и еще раз, «Ну?» «Ну?» «Вы кому это?» высокомерно удивился Кужельников. «Не вам», отмахнулся Огородов, не проявив внимания к столь высокому чину, и снова крикнул «Ну?» «Ну?» Встаевшие рядом с ним слегка торопели и на всякий случай отступили от Огородова, как от возможного психа, а он с воздетым срасно руками шагнул к монументу и закричал ему «Ну?» «Скажи что-нибудь!» Конечно, он не первый обращался с подобной просьбой к своему произведению. Задолго до него великий Микеланджело просил о том же сотворенного им Моисея. Но люди, собравшиеся на площади, не подозревали плагиата. Переглянулись между собой некоторые, впрочем, почтительно полагая, что скульптор может быть не при своих, но на тон и художник. А поэт Серафим Бутылко приблизился к собрату по искусству, похлопал его по плечу и, дыша перегаром, чесноком и больными зубами, сказал с почтением «Действительно, как живой!» «Глупость», возразил скульптор скульптор шепотом «Что значит «как?» Он не как живой, он просто живой. Вы посмотрите, он смотрит, он дышит, у него изо рта пар идет». Это было совершенно вздорное утверждение. Железные губы из вояния были плотно сомкнуты, никакой пар из них не шел и не мог идти. Возможно, в каких-то неровностях имело место случайно снежной завихрени. Но вот ведь не только скульптору, всем другим примерящилось, будто под железными усами действительно что-то клубилось. Пока Огородов выкрикивал нечто бессвязное, жена его Зинаида, жуя опять погашив папироса, обдумывала свое ближайшее будущее. Она настойчиво продвигала Огородова в люди, но при этом предвидела, что если уж он прославится и войдет в моду, забьются вокруг него молодые поклонницы хищницы, и положение в хлопотах увядшей жены станет сразу же неустойчивым. А Огородов, не замечая переживаний супруги, скинул берет, швырнул его себе под ноги с криками и оправдал свою жизнь, стал топтать бедную тряпку как остервенела, словно она была виновата, что Огородов не оправдал свою жизнь раньше. Оправдал, оправдал, оправдал свою жизнь, продолжал выкрикивать, и он, не понимая того, что жизнь, какая есть, дается нам без всяких обязательств, и нет необходимости оправдывать ее особо громоздким способом. он топтал берет до тех пор, пока ветер, жалевший над несчастной тряпкой, не вырвал ее у Огородова и не унес куда-то в мороз и в темень. Огородов с непокрытой волысеющей головой опять воздел руки к памятнику и взмолился. Скажи, что ты живой, подтверди, сдвинься с места, подай знак, слышишь ты меня или не слышишь. И тут случилось редкое в зимней природе явление. Где-то далеко пророкотал гром негромко, словно телега проехала по булыжнику. Товарищи, ставшие позади Огородова, все без исключения были прожженные материалисты. Никто из них официально не верил ни в высший промысел, ни в нечистую силу, но чем сильнее они не верили официально, тем больше подозревали, что существует и то, и другое. Поэтому при звуках грома все инстинктивно вздрогнули и передней попятились, наступая на задних. А сверхнувшая молния, причем сверхнувшая совершенно без грома и в зимнем-то небе, и вовсе повергла присутствующих в состоянии полного отторопения. Молния сверкнула, и глаза у чугунного генералиссимуса засветились с жадным оранжевым пламенем. Пламя задержалось в глазницах и медленно угасало, как бы втягиваясь вовнутрь. Тут некоторых участников церемонии обуял необъяснимый страх. Они невольно вспомнили о своих прегрешениях перед женой, родиной, партией, лично, товарищем Сталином. Вспомнили о растратах, взятках, недоплаченных членских партийных взносах и с мыслью о возможном возмездии завороженно застыли на месте. А когда оцепенение стало их отпускать, опять подал голос Серафим Бутылко. Решив ободрить себя и остальных, он заметил, что в природе еще случаются иногда необъяснимые научные явления. Да, многозначительно отозвался секретарь обкома Кужельников. Бывают еще в некоторых районах такие необъяснимости. И прошаркал галошами в сторону ожидавшей его победы, оставив участникам мероприятия возможность подумать, что бы значила эта реплика и какой содержала намек. Потому что район не относился к числу примерных, но при чем же здесь природное явление? Природное явление само выбирает место своего явления и к руководящим районным органам за визой не обращаются? Тем не менее, высший партийный руководитель выразил недовольство, а младшие поняли, что дело идет к кадровым переменам. И кое-кого из собравшихся эта мысль обеспокоила, а в кого-то вселила надежду. И началась борьба. как тогда говорили хорошего с еще лучшим, в результате чего Аглаю на ответственном посту сменил некто Василий Сидорович Нечаев, работавший до того порторгом на маслобойне, а Аглаю передвинули, как уже было сказано, в детский дом, воспитывать подрастающее поколение. Обилие поэтов признак дикости народа. Так считал мой старший друг Алексей Михайлович Макаров по прозвищу Адмирал, о котором речь еще впереди. Когда он это сказал первый раз, мне показалось его утверждение вздорным. Он перечислил страны и части света, где люди погрязают в нищете и невежестве, иные не знают электричества и туалетной бумаги. Однако имеют среди себя огромное количество акинов, ашугов, народных или придворных поэтов. Там власти трепетно относятся к поэтическому слову и хороших поэтов, которые хорошо пишут о власти, щедро даряет всякими благами, а плохим поэтам, которые плохо пишут о власти, отрубают голову. Риск остаться без головы иногда влияет на поэтов так сильно, что плохие поэты пишут плохо, но гораздо лучше хороших. Хотя в долгове воспитание поэтов проводилось по смягченной системе, не отрубали голову, но и жить не давали. Количество стихотворцев на душу населения здесь явно превосходило объем насущных потребностей. Самым известным и крупным к концу сороковых годов был, конечно, наш мэтр и аксакал Серафим Бутылка. Но он уже старел и устаревал во всех смыслах. Утратил спереди шесть верхних зубов, посидел, шаркал ногами, горбился, слабо владел метафорой, размер не выдерживал, рифмы употреблял убогие, затертые. Кровь, любовь, свобода народа, хотеть, потеть и гулять, валять. И это в то время, когда молодые смело овладевали корневыми, асонансными, диссонансными, сложными, еще черт знает, какими рифмами вроде «держава-держала», «береза-берлога», «тыща-пуща», «атрибуты на три буквы» и сногсшибательными образами и метафорами. Самым изощренным сочинителем широкого профиля был у нас Влад Распадов, поэт, искусствовед, эссеист, публицист и вообще одаренный разнообразно художник слова. В 1949 он написал сочинение, посвященное этому памятнику. Работа была школьная, но настолько интересная, что ее поместила долговская правда. Эссе это называлось, точно сейчас не вспомню, «Мелодия, застывшая в металле» или «Музыка, замерзшая в чугуне». Что-то в этом духе. Очень яркая была статья, образная, с глубоким подтекстом. О творении скульптора Огородова там было сказано, что оно не могло бы быть таким, какой есть, если бы не чудесное сочетание таланта автора и его неподдельной любви к прототипу, которые здесь слились воедино. Глядя на это чудо, писал Распадов, трудно себе представить, что его лепили или высекали или вообще изготовляли каким-то физическим образом. Нет, это просто песня вырвалась, выдохнулась из души скульптора и застыла нам на удивление, приняв человеческий облик. Статья Распадова, хотя не совсем корректно и с точки зрения социалистического реализма, произвела впечатление на читателей. Понравилась идеологическим органам, и Петр Климович Поросянинов, прочитав статью, сказал про Распадова «Да, наш человек», и подумал, добавил, «Наш». Что же до Макса Огородова, то он сотворил столь безусловный шедевр, сильно прославился, получил много казенных заказов. Сталинскую премию третьей степени, а потом второй степени, а потом первой степени. А жену Зинаиду, как она и опасалась, скоро сменил на новую, первой степени, бывшую восемнадцатью годами моложе. И, конечно, сильно зазнался, а зазнавшись, утверждал, что превзошел всех современных ему скульпторов, даже Томского и Каненкова. А из воятелей прошлого равными себе признавал только Мирона, Проксителя, Микеланджело и частично Родена. Не будем отрицать, сотворенное огородовым чудо было действительно чудо. Оно повергло в изумление даже самых искушенных, недоверчивых и ревнивых знатоков искусств. Ученые искусствоведы специально ехали в долгов не только предвкушении 26 рублей командировочных в сутки, а желая увидеть своими глазами и убедиться, один из них, убедившись, достал из кармана платок, промокнул им им глаза и сказал «Все, теперь можно и умереть». И никому не показалась эта реакция чересчур чувствительной. Все видели, что памятник в самом деле отличался от других подобных излучаемой им таинственной силой. Он стоял посреди площади, в которой стекали со всех сторон большие и малые улицы. Но раньше они сходили здесь просто так, в результате многовекового хаотичного градостроительства. Теперь же каждым человеком ощущалось физически, что улицы эти и переулки притягиваются сюда силой необычайно исходящего от памятника магнетизма, а сам он является естественным центром города, больше того, таким центром, без которого город не может функционировать, как колесо без оси. Тому, кто бывал в Долгове и в те времена, невозможно было себе представить, как же этот город столько сотен лет мог вообще существовать без этого извояния. Толпы людей, местных и проезжающих ходили смотреть и отмечали тот факт, что с какой бы стороны человек не очутился у памятника, слева или справа, чугунный вождь смотрел в его сторону, а зашедшему сзади казалось, что статой видит его даже спиной. А уж прямой взгляд чугунного человека на любого наводил непонятный страх с переходом в леденящий ужас. Это касалось не только людей, но и животных более низкого класса. Даже голуби не садились на железную фуражку, хотя вверх ее был круглым, плоским, удобным для взлета, посадки и отправления птичьих естественных надобностей. Кроме того, статуя, но уже это уже мелочь, никогда не подвергалась корось. Слух о необычайном творении скульптора Огородова разошелся далеко, и однажды из Москвы специально прибыл в долговлиятельный член политбюро посмотреть, не стоит ли перенести монументальный шедевр в Москву. Явившись на площадь в сопровождении Кужельникова, он посмотрел на статую и тоже испытал очевидное беспокойство и, придя в себя, сказал, «Не надо нам этого!» И опять дело кончилось кадровым вопросом. Кужельников был со своей должности снят и отправлен послом куда-то в Африку. Но и сам этот член политбюро спустя короткое время куда-то сгинул, и именно из-за этой фразы «Не надо нам этого!» фразу передали Сталину. Сталин подумал, что имелось в виду. «Не надо нам этого!» то есть самого Сталина, а не скульптуры, после чего член политбюро исчез, имя его выпало из всяких списков учебников, справочников, энциклопедий, и теперь даже историки не могут сказать достоверно, был он вообще когда-нибудь или нет. когда монумент устанавливали, мало кому казалось слишком смелым Аглайна предположение, что он будет стоять здесь тысячи лет, и уж совсем невозможно было представить, что дети в тот год рожденный еще не пойдут в первый класс, как покачнется почва, и не под монументом, а под всем делом великого вождя. Вернувшись домой после заседания портактива, Аглая не могла найти себе места. Выпила водки, потом валерьянки, потом опять водки, ложилась, вскакивала, бегала по комнате, думала и не понимала, как же это все получилось. Произнесены слова, после которых нельзя жить по-старому или никак нельзя. Хрущев сказал, Микоян поддержал, Молотов, Маленков, Ворошилов, Каганович промолчали. Они же все были верные ученики и соратники товарища Сталина. Они клялись, что готовы жизнь за него отдать. Что с ними случилось? Сошли с ума? Оказались предателями? Все до одного? И другое возникло сомнение, а как же он? Такой мудрый, проницательный, всех видел насквозь, а их не раскусил? Теперь ей припомнилось, что некоторые намеки на перемену отношения к Сталину были и раньше. Поросянин еще в конце прошлого года явился к ней в детский дом и как бы мимоходом, но настойчиво посоветовал убрать висевший в вестибюле транспарант со словами «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». Устаревший лозунг заметил он и многозначительно посмотрел на Аглай. А когда она спросила какой лозунг повесить взамен устаревшего, Петр Климович сказал, что можно этот же, но слова товарища Сталина следует заменить на Коммунистической партии и весь текст читать так «Спасибо Коммунистической партии за наше счастливое детство». «Длинно будет», усомнилась Аглая. «Длинно не беда, лишь бы политически выдержан». И посмотрев на нее добавил, что на жизнь надо смотреть реалистически, точнее сказал «релисисиски». Аглая поступила как часто в подобных случаях, пообещала транспарат снять, чего на самом деле исполнять не собиралась. Думала, что Поросянинов забудет, но на другой день позвонил и спросил, сделала ли она то, о чем договорились, и услышав, что не успела, твердо нажал «Не тяни». И она подчинилась. Партийные указания были для нее законом, к тому же обстановка пока не определилась, и в ней две любви жили еще в полном согласии любовь к Сталину и любовь к партии. Но теперь ее толкали на поступок, который уже никак, никакими теориями она оправдать не могла. Теперь все сказано ясно и до конца. И перед ней прямой выбор остаться с партией или со Сталиным. Выбор невозможный, противоестественный. Сталин для нее был партией, партия была Сталиным. Партии Сталин вместе были для нее народом, честью и совестью всей страны, ее собственной совестью тоже. Резкая, прямая, оглашенная, как повторим ее звали тогда, она привыкла идти на пролом, но до сих пор ломилась туда, куда указывал Сталин, и это было легко и радостно. Теперь же ее путеводная звезда раскололась на две половины, на два отдельных светила, и каждая звала ее в свою сторону. Ту же ночь она заболела, как сама потом говорила, на нервной почве, хотя вызванная соседкой врачиха сказала, что это просто грипп. Правда, грипп довольно вредный, занесенный к нам то ли из азиатских краев, то ли что вернее из Америки, где, как известно в научных лабораториях, специально выводит всякие вирусы и микробы, а также насекомых и крыс для травли доверчивых и беззащитных советских людей. Уже к вечеру следующего дня температура поднялась выше 40. Аглая металась в жару, тряслась в лихорадке, потела, теряла сознание, бредила. Когда бредила, ощущение наступало радостное, с предвкушением чего-то необычайного и не зря. В первую и во вторую ночи ее несколько раз посетил лично товарищ Сталин, живой, домашний и добродушный, в каверкотовом френче довоенного покроя мягких хромовых сапогах. Он бесшумно открывал дверь, бесшумно проходил к ее кровати, садился в ногах, сосал трубку, без дыма и ласково смотрел на Аглаю. Первый раз она, не разобравшись в обстановке, попыталась с ним заговорить, но едва разомкнула губы, как он немедленно растворился в воздухе и пропал. При его следующих появлениях говорить не пыталась, молчала, и он молчал. Но она чувствовала, что между ними происходит общение без слов, и это было даже лучше, чем со словами. Потом, уже выздоровев, она держала в памяти ощущение, что состоялся между ними очень важный разговор, в чем была его суть, не могла припомнить, не понимала, что была ей открыта непреложная истина, такая истина, по сравнению с которой меркнут все слова и знания всего человечества. Город Долгов был сам по себе город средний, для районного великоват, до областного не дотягивал. Имел несколько заводов, трестов, комбинатов, магазинов, нефтебазу, автобазу, птицефабрику, райком, райисполком, прокуратуру, милицию, в отрезвитель и отделение КГБ. В самом центре, через площадь от райкома КПСС, не доходя до колхозного рынка, были даже остатки какого-то строения, которые называли кто Кремлем, кто Пассажем. Там в описываемое время располагались райкомнхоз, ателье Инпашива, авторемонтная мастерская и магазин скобяные изделия. Неподалеку стояла церковь Козьмы и Дамиана, которые то закрывали в процессе борьбы с религией, то опять открывали из экономических соображений. Поскольку религия, хоть и считалась опиумом для народа, но вносила в казну много денег. Впрочем, и настоящий опиум доходы приносит немалые. Дом, в котором жила Аглая, был построен в 1946 по ее указанию для районных номенклатурных работников. Они после войны нуждались в жилье больше, чем простые советские люди. Они, конечно, всегда нуждались больше. Чем дальше, тем больше, и чем меньше, тем больше. Но после войны нуждались особенно, потому что номенклатурные дома, как самые лучшие в городе, немцы уничтожили при отходе. Только особняк, в котором располагался детдом, уцелел по недосмотру германских властей. Других приличных домов в городе не было, а в неприличных номенклатурным работникам было бы жить неприлично, но еще неприличнее в коммуналке. И не только потому, что номенклатурные работники не умели сосуществовать в тесноте, но и потому еще, что тогда подробности их жизни стали бы известны простым советским людям. А этого не должно было случиться никак. Живя отдельно от других граждан, номенклатура тогдашняя, как и теперешняя, должна была казаться и казалась порой людей особых, неприступных, загадочных, и овладеющих всеми знаниями человечества. Им чужды наши страхи и слабости. Им понятны тайны нашего бытия. Они знают, что есть и что будет, но не знают никаких интересов, кроме неустанной заботы о благе Отечества и нашем благополучии. А если им не нужны жизненные условия получше наших, то только и исключительно для того, чтобы они могли думать о нас, не отвлекаясь ни на что постороннее. А мы, думающие только о себе и своих мелких делишках, можем заниматься этим в любых обстоятельствах. Дом, где жила Аглая, строили хорошим, единственным во всем городе и с невиданными еще в здешних местах удобствами, с газом, горячей водой и даже с канализацией, которые в те времена никто еще в Долгове не видывал. Тогда на окраинах города народ еще просто бегал до ветру, но поближе к центру население было покультурнее и пользовалось предназначенными для этой цели коммунальными сооружениями. В виде дощатых сарайчиков с двумя отдельными входами, двумя дверьми, часто сорванными из петель, на одной из которых было написано М, а на другой Ж. Сарайчик охотих, естественно, молодые поколения может даже уже и не представляют, и на стороне М, и на стороне Ж деревянный пол украшался большими дырами, штук по 12 в ряд, и с кучами наложенными вокруг и в разброс, как будто обстрел производился не в упор, а из дальнобойных орудий с недолетом и перелетом. Автор понимает, что описание этих сооружений выглядит не больно-то аппетитно, но надо же нам оставить свидетельство столь существенной стороны нашего быта. Иначе люди грядущих веков даже и представить себе не смогут эти дырки и эти кучи, залитые карболкой, засыпанные звездкой, отчего летом запах был такой, что у нас усиленно щипало, а глаза слезились, так, словно в них швырнули горсть табаку. Запах этот выдерживали только советские люди и мухи, зеленые, большие, размером с полворобья. В жару здесь было слишком жарко, в мороз слишком морозно, а скользко всегда. Алексей Михайлович Макаров по прозвищу Адмирал говорил, что если бы от него зависело, какой памятник поставить нашей советской эпохе, он бы поставил его ни Сталину, ни Ленину, и никому-то еще, а неизвестному советскому человеку, сидящему орлом на вершине высокой горы, пик коммунизма, наложенный им же. Однако вернемся в Аглайндом. Его строили в плохое время, осенью, зимой и в ПВХах, при бедной строительной технике, на очень слабом фундаменте, то есть почти без него. Установили в полуподвале газовый коллектор из 12 соединенных между собой баллонов. Коллектор был сконструирован местными рационализаторами и вызывал большие сомнения у начальника пожарной инспекции. Но Аглая топнула на него ногой, и пожарный начальник подписал акт приемки, оставив сомнения при себе. Дом был кирпичный, но внутренние перекрытия деревянные, причем дерево было, потом предполагалось вредительство, неважного качества, пораженная грибком. Аглая тогда спрашивали, как быть? Она поощряла, стройте, стройте, вот на ноги станем, народ обеспечим, тогда в последнюю очередь позаботимся и о себе. По скромности она взяла себе на двоих сыном трехкомнатную квартиру, хотя ей предлагали четырех. Она взяла только трех. С полезной площадью 57,5 квадратных метров. Взяла временно до окончания жилищного кризиса. Но жилищный кризис оказался вроде желанного горизонта. По мере продвижения вперед сам соответственно отодвигался. Кризис никогда не кончился, но особняки со временем были построены. Однако Аглае места ни в одном из них не нашлось. Она к тому времени из номенклатуры выпала. К тому же после отъезда сына на учебу была фактически одинокой. Так и осталась одна в своих трех комнатах на втором этаже. Первая комната считалась гостиной. В ней был круглый раздвижной стол, никто его в жизни не раздвигал. Восемь дубовых стульев вокруг стола и диван-кровать. Для возможных их у нее никогда не бывало гостей. Посреди комнаты лежала шкура бурого медведя со стеклянными глазами и оскаленной пастью. Подарок местных охотников. Две другие комнаты были одна кабинетом, который во время секретарства ей полагался почину, другая спальней. все это было оборудовано громоздкой казенной мебелью, спальня большая металлическая кровать с сильно прогибавшейся сеткой, в кабинете тяжелый двухтумбовый дубовый стол, покрытый сукном, когда-то зеленым, а потом серым от пыли. За ним никто никогда не работал. Дубовое кресло, настольная лампа, под зеленым абажуром стекла, тяжелый письменный прибор с бронзовой птицей и двумя каменными чернильницами с пересохшим нутром. Коллеги Аглайи, которые из номенклатуры не выпали, дом этот постепенно покинули. Их квартиры, немедленно превращенные в коммуналки, стали заполнять люди низших сословий, включая проживавших здесь вплоть до реабилитации двух профессоров сельхознауки, марксизма, ленинизма. Одно время здесь были прописаны некий шекспировец, скрипачка с международным именем и врач-убийца Иван Иванович Рабинович. Так его почему-то называли, хотя он никого не убивал, был не врачом, а фельдшером, и не по человеческой части, а по ветеринарной. Тем не менее, и он попал в число людей, которых советская власть сначала морила в лагерях, а затем распределяла по ссылкам, не давая селиться в больших городах. Да и маленькие выбирала, чтобы не ближе ста километров к столице. Таким как раз был город долгов, что ему явно пошло на пользу в смысле среднего интеллектуального и культурного уровня, который здесь поднялся в столицах наоборот опустился. Закон сообщающихся сосудов оказывается правилен не только для жидкостей. Жили в этом же доме учительницы немецкого языка Ида Самойлна Бауман с престарелой матерью, настоятель церкви Козьмы и Дамиана, священник, отец Егория с матушкой Василисой и сыном Дениской, самым хулиганистым из всех дворовых мальчишек. Еще обитало здесь семейство банщика Рината Тухват Тулина в количестве сам шесть. Он жена и четверо детей в возрасте от 14 лет до 4. Хромая глуховатая одноглазая кошатница Шурочка по прозванию Шурочка Дурочка. А в комнате примыкавшей к оглаюной спальне обитал в одиночестве тихий улыбчивый человек Савелий Артемович Тедушкин, служивший когда-то в НКВД исполнителем приговора. Служил он там много лет. За время службы лично расстрелял 249. Он помнил цифру человек поодиночке и еще многих как бы в общем бою. Например, участвовал в расстреле польских офицеров. Но с ума не сошел угрызений совести. Не испытывал, сомнениями не мучился и сны ему снились тихие идиллические луга, ромашки, коровы и первомайские демонстрации. Ясно, что за время существования дома внутри его постоянно происходили перемещения. Люди вселялись и выселялись, меняли одно жилье на другое, помирали, уходили в армию или в тюрьму. И всех не упомнишь, кто когда проживал по данному адресу. Среди прочих следует запомнить и отметить особо дворничиху Валентину Жукову с сыном. Валентина была крупной женщиной с широким лицом и широкой покатой спиной. Ходил неуклюже носками внутри, руки держал на весу, выставив их немного вперед, как будто собралась с кем-то бороться. При такой, казалось бы, очевидной несоблазнительности ее облика, в молодости она пользовалась большим успехом у мужчин, из которых выбрала себе мужья, Серегу Жукова, гармониста, балагора и баламута. Серега в самом начале войны, не дожидаясь призыва, ушел добровольцем на фронт. Валентина часть военного времени провела в аглаяном партизанском отряде, где отличалась необыкновенной силой и храбростью. Однажды в рукопашном бою она двух немцев сначала кулаком свалила в нокаут, а потом связала вместе и притащила в отряд в качестве пленных. После войны Валентина некоторое время была у секретаря райкома Аглая Репкиной шофером, а потом ради комнаты в полуподвале перешла в дворники. Мужа у нее уже не было. Серега с войны не вернулся и был зачислен в пропавшей без вести, поскольку не было никаких доказательств, что он не сдался врагу живым, здоровым и с оружием в руках, пропавший считался предателем, а Валентина женой предателей. Поэтому не только пенсии за мужа не получала, но и партизанской медали за собственные заслуги не удостоилась. Одна, как могла, растила сына. По старому знакомству Аглая иногда нанимала Валентину убрать в квартире, постирать белье, сбегать в магазин, что дворничиха и делала за небольшую плату. Сына Валентины, между прочим, звали Георгий Жуков, точно так же, как знаменитого маршала. Этот Георгий Жуков, или попросту Жора, тоже служил в армии, но до маршала не дослужился, дослужился только до звания младший сержант. По упущению начальства он, несмотря на провинившегося перед родиной отца, служил танкистом Венгрии, откуда привез аккордеон, на котором по воскресеньям играл вальсы дунайские волны на сопках манжурии и танго проутомленное солнце. Играл сперва во дворе, а потом был приглашен на свадьбы и юбилей. Само собой, между жильцами и временами пресекали скандалы по поводу разбитого окна, шума после 23-х часов очереди в уборную, мытья полов и уборки мусора. Но Аглая это не касалась. Она жила отдельно. Уборная и кухня имела свою, споры ни с кем не уступала. Соседи ее побаивались, кроме, может быть, шурочки-дурочки. Она, так считалось, обладала даром предвидения. Обладала или нет, но пророчить пыталась. И, встречая Аглаю, каждый раз предрекала гнусавы голосом, что вспыхнет огонь, полетят железные птицы, поскажут железные кони, задрожит земля и мертвый упадет на живого. Пятого марта Аглая Степановна проснулась от нестерпимо яркого солнца с ясной головой и чувством, что здорово, а посему пора вставать, жить и работать. Все, сказала она вслух по привычке обращаться к себе сурово, нечего залеживаться и симулировать. Натягивая чулки, вспомнила сегодня день смерти Иосифа Виссарионовича и сама себя обозвала дурой, что чуть эту дату не пропустила. В этот день она в прошлом и позапрошлом году посещала памятник с маленьким букетиком герани, специально выращиваемый на подоконнике. Вышла на улицу с таким же подарком сегодня и увидела, что весна, только что выпавший пухлый снег искрился на солнце, подтаивал, проседал, оплывал с пригорков, обнажая покрытую облезлой травою почву. Дороги потемнели, текли по краям, из-под крыши падали и с треском разбивались сосульки. По пустырю перед домом подпрыгивая, ходили черные, то лингалки, то лингалки, то лингалки. Аглая разницы между ними не видела, но тех и тех ненавидела. А у дома на лавочке сидели такие же черные старухи, тоже довольно противные, нахохлившись словно птицы. Количество старух перед домом менялось, но две из них сидели там постоянно. Одну из них звали Баба Надя, а другая греческого происхождения была известна под кличкой Гречка. Они сидели на лавочке перед домом всегда многие годы, может быть, даже целую вечность. Казалось, они никогда не рожались и никогда не умрут. Никогда не были молодыми, а всегда были такими, как есть, и как сидели, так и сидеть будут всегда. Они сидели и смотрели на протекавшую перед глазами жизнь, как на бесконечную, говоря нынешними словами, мыльную оперу. Не слушая радио и не читая газет, они знали все про всех живших в городе Долгове и частично про обитавших в окрестностях, кто выиграл по облигации, кого посадили за растрату, у кого мужа увезли в отрезвитель, у кого родилась двойня, чья теща попала под поезд, где случился пожар или кого пырнули ножом. Эти сведения они получали постоянно опрашивая всех проходящих мимо, где, что, чего, но до многого и своими головами додумывались. Если в поле их зрения попадал незнакомый им человек, старухи включали свой интеллект и непонятно каким образом определяли близко к истине, кто он откуда куда едет, чем занимается, какие имеет намерения. Иногда просто так отмечали, что в прошлый понедельник перед обедом мимо прошел человек в шляпе. Сейчас они тоже сидели на лавочке, смотрели перед собой на снег, на солнце, наигравших и шумевших детей. Увидели мужчину и женщину, которые совершенно им незнакомые и ничем не примечательные, проходили мимо, осмотрели их внимательно, и когда они удалились, баба Надя спросила Гречку «Как ты думаешь, он с ей живет?» «Да кто знает», сказала Гречка, «Думаешь, что живет?» «Должно быть, живет», со вздохом согласилась баба Надя, очевидно, этого сожительства не одобряли. Тут к ним спустилась сверху старуха со второго этажа Эревека Моисеевна Бауман в старом суконном пальто с каракулевым воротником и, держа на коленях черные кривые руки, стала рассказывать о жизни еврейской семьи в местечке до революции и после. И во время гражданской войны, когда местечко стало целью постоянных набегов различных банд, из которых одни были хорошие, они только грабили, другие плохие, грабили и убивали. А хуже всех были казаки, для них главное было убить. Казаки шамкала без зуба старуха Бауман, качая головой закутанный в пуховый платок. Это такие люди, что ой, они таки никого не жалели. Моя сестра Мира была беременная, так они ей сказали, мы тебе сейчас устроим роды, и стали плясать у нее на животе, и у нее был выкидыш, а сама она стала живая, но стала совсем сумасшедшая. Баба Надя и Гречка слушали и сочувствовали, прощая рассказчице на время распятия Христа и мацу, замешанной на крови христианских младенцев. Рассказ о казаках был прерван появлением Аглай, которая, выйдя из подъезда, остановилась и зажмурилась ослепленное солнце. Она была в черном пальто, в черных сапогах, в заломленном на бекрень черном берете с хвостиком, и сама лицом черная как цыганка, черная как эти старухи и кангалки или вороны на поле. Она посмотрела на старуху презрительно, ибо никогда не любила людей, сидевших без дела, и не сказав им хотя бы здрасти, быстро и легко как будто и не болела, сжигала прочь со двора. При ее появлении старухи затихли и присмирели, а когда она удалилась, баба Надя сказала, «Ишь, какая кувыка!» «Да уж», подтвердила гречка, «Хотя что такое кувыка, ни та, ни другая, если их спросить, объяснить не смогли бы». Аглая покинула двор и пошла потвердо еще, оледенелой и оплывавшей на солнце тропинки через пустырь, шла быстро, легко радуясь свету и цвету и запаху весны, сама не понимая причин столь острого чувства. Это понимал организм. Организм знал, что болезнь была серьезной, Аглая выздоровела чудом, и теперь каждая клеточка организма радовалась счастливому продлению своей жизни. Комсомольский тупик своим нетупиковым концом выходил на улицу Розенблюма, а та выливалась на проспект Сталина, недалеко от площади Сталина. Памятник стоял лицом к зданию райкома КПСС, когда-то такого родного. Сюда в свое время Аглая приходила, точнее прижала ходить ей должность не позволял. Как себе домой. Милиционер у входа вытягивался и отдавал ей честь. Секретарша в приемной вскакивала и поправляла прическу, а попадавшиеся в коридорах толстые мужчины из местных начальников прижимались спиной к стене и, распространяя запах чеснока и сивухи, широко раскрывали рты, набитые золотом или металлом попроще. Они улыбались или даже смеялись, трясли животами, показывая, как счастлива они ее видеть, и некоторые изображали что-то похожее на реверанс. Здесь Аглая в свое время занимала самый большой кабинет со стенами, отделанными ореховыми панелями со многими телефонами. Здесь в сизом папиросном дыму она, похожая на неистовую пассионарию, сидела за обширным столом под портретами Ленина и Сталина. Сюда вызывала отличившихся в труде, но их было всегда меньше, чем провинившихся. Она последних стучала кулаком, рябкала и крыла их матом. Здесь перед ней бывало мужчины больших должностей и крупного телосложения дрожали, потели, заикались, хватали за сердце и теряли сознание. Был случай, когда один из них самым натуральным образом наложил в штаны, а другой директор совхоза, пропивший полугодовой совхозный бюджет, не найдя объяснения, как ему это удалось, рухнул тут же пораженный инсультом. С большой властью расставаться так же трудно, как и с большим богатством. Неприятно и даже унизительно ходить пешком там, где тебя возили на машине, да с ветерком, с шумом, с рябканем клаксона. Остановитесь, уступите дорогу, разве не видите, Ревкина едет. Трудно привыкнуть к тому, что нельзя направо и налево приказывать подать, принести, отнести, положить, доложить. Непривычно не видеть на лицах встречных листивых улыбок, а в глазах вопроса и подобострасти. Но постепенно Аглая привыкла к своему невысокому положению, утешаясь тем, что сделала в жизни немало хорошего, и колхозную систему внедрила, и в разгроме оппозиции участвовала, и партизаню, и восстанавливала район из руин, но самой большой своей заслугой, венцом своих усилий считала установление памятника, без которого город просто не был бы тем, чем он был. А райком, что ж, был своим домом, стал чужим, делать ей было в нем нечего, и сейчас шла она не к нему, а к Сталину, но задержалась у аллеи, аллея славы. Она располагалась как раз перед райкомом. Первой приметной вещью на аллее была доска почета, где в два ряда были вывешены портреты героев труда и ударников производства, знакомых аглае передовых председателей колхозов, агрономов, врачей, учителей, доярок, тарктористов, рабочих патронного завода, картонажников и ниточников, то есть работников картонажной и ниточной фабрик. Здесь же среди прочих висел портрет и самой Аглаи Степановны, поскольку возглавляемому ею детскому дому в прошлом году было вручено переходящее красное знамя. А за доской находилось то, благодаря чему аллея получила свое название. Могилы славных борцов за наше будущее и настоящее, начиная с красного комиссара Матвея Розенблюма, который когда-то, прибыв сюда на бронепоезде решительный, объявил народу окончательное установление в этих местах новой власти, после чего был немедленно застрелен эсером Абрамом Циркисом, что и послужило причиной временного увековечивания имени Розенблюма в названии одной из центральных улиц. Хотя впоследствии, когда стало можно шутить, некоторые шутили, что увековечить следовало Циркиса, попал-то ведь он. После Розенблюма здесь располагались в два ряда, как на доске почета, жестяные обелиски. Со звездой и каменной надгробья героев гражданской войны, Великой Отечественной войны, финской кампании и сыровых боев мирного времени. В самой середине ряда под именем Афанасия Миляги покоились Кости Мерина Осавиахима, едва не ставшего человеком, кто читал Чонкина, знает. Рядом на очень замшелом и заплесневевшем камне надпись гласила обманчиво Андрей Еремеевич Ревкин 1900-1941 совершил акт самопожертвования при подходе немецко-фашистских захватчиков взорвал важный промышленный объект и сам погиб при взрыве. Люди, которые случайно сюда приходили склоняли над камнем головы и не склоняли, а просто стояли в раздумье, полагали, что здесь действительно покоится герой, совершивший выдающийся подвиг. На самом же деле здесь не лежал никто, потому что найти труп Ревкина после взрыва не удалось, тем более, что никто не искал, тем более, что искать было нечего, поскольку в результате взрыва вся электростанция была разнесена на куски, а неразнесенная выгорела, а если бы и не выгорела, то кто в условиях немецкой оккупации мог бы разыскивать трупы на территории станции и с почестями захоранивать? Чушь какая-то, да и все. Аглай, конечно, знала, что здесь никто не лежит или должна была знать, но мозги идеологически ориентированного человека так устроены, что, зная одно, он верит в другое. И Аглай знала, что Ревкин здесь не лежит, но верила, что лежит. Снег подтаял и сполз вниз, обнаживший покрытые жухлой травою горбушки могил. Аглая постояла у могилы, пообещав мысли на тому, кто здесь не лежал, что в начале лета вернется, прополит старую траву и посеет новую. Дальше маршрут ее движения был прямой и короткий. Подойдя к памятнику, она сначала положила цветы к педесталу, а потом отошла назад, подняла голову и только сейчас увидела, что здесь что-то не так. Сталин стоял на прежнем месте в прежней позе с привычно поднятой правой рукой, но взгляд у него был грустный, осанка изменилась, словно он как-то не может этого быть, сутулился, а на фуражке его вот что было невероятно, миловались и ворковали два сизых, жирных, отвратительных голубя. Казалось, что тут особенного, чего можно требовать от этих безмозглых тварей, никаких памятников они не избегали, но ведь этот памятник отличался от всех прочих, и они сами его отличали. За все время ни одна птица не смела тронуть статую ни ногой, ни крылом. Был случай единственный, ворона с коркой хлеба села на фуражку, но не успела еще коснуться поверхности, как выпустив пищу, с диким криком отлетела в сторону и камнем грянула на асфальт. С тех пор уж точно ни одна крылатая тварь даже и не пыталась использовать статую как посадочную площадку, и вдруг эти глупые птицы, как они поняли, что теперь можно садиться сюда и гадить. И уже покрыли верх фуражки белым пометом, потеки которого были видны на козырьке, на левом плече и на отвороте шинель. «Кыш!» закричала Аглая слабым голосом, «Кыш! Вы проклятые!» Но проклятые на ее крик реагировали самым пренебрежительным образом. Более жирный очевидно самец наклонил голову, скосил один глаз на Аглаю и, повернувшись к голубке, что-то проворковал ей, а она в ответ ему тоже что-то забулькала. У Аглая было такое ощущение, что они просто над ней смеются. Она посмотрела вокруг, нет ли под ногами какого-нибудь камня, нашла серую гальку размером с яйцо и размахнулась. камень ударился о левое голенище, упал перед постаментом и, проследив за его падением, Аглая только сейчас увидела на снегу рядом со своей геранью жалкую, бедную, одинокую веточку желтой мимозы. Забилось радостно сердце, значит, ни одна она в этом городе помнит и чтит дорогого, любимого, единственного незаменимого. Да, услышала она сзади тонкий вкратчивый голосок. Ёй, все они все забыли, люди любят зелезо, птицы любят зелезо, но когда зелезо будет падать, птицы взлетят, а люди летать не умеют, они тезелые, клыльев нет, и тезелые, они летать не умеют, и зелезо упадет на зелезо. Аглая обернулась, Шурочка, дурочка в плюшевой куртке, сверху закутанная в мешковину, смотрела на Аглая безумным, загадочно мерцающим глазом. Что ты мелишь, возмутилась Аглая, какое железо, куда будет падать? Люди летать не умеют, убежденно повторила Шурочка, а зелезо падает сверху вниз. Адзинь, сказала Аглая, и пошла прочь быстрым, невихляющим шагом. Детский дом помещался в старинном особняке с шестью колоннами, принадлежавшим когда-то предводителю местного дворянства. Судя по общей облегчалости фасада и облупленности колонн, дом с тех пор ни разу не ремонтировался. Но зато был одним из немногих ценных строений, неповрежденных войной. Преодолев две тяжелые двери, Аглая вошла в вестибюль. И первое, что бросилось их в глаза, была стен газета «Счастливое детство». Света Жоркина, ученица седьмого Б-класса, стояла возле газеты и, высунув язык в сторону левого уха, переписывала что-то себе в тетрадку. Увидев Аглаю, поздоровалась, смутилась, закрыла тетрадку и отошла. Поведение ученицы показалось Аглаю подозрительным. Она приблизилась к газете и обомлела. Стихотворный текст, который не успел в переписании Жоркина, был в третьем столбце после передовой, посвященный вопросам трудового воспитания молодежи. Стихотворение, никем не подписанное, называлось «А мы так верили в тебя». В нем содержались упреки некоему полководцу, фамилия которого не указывалась, но всем было ясно к какому. Говорилось, что полководец вел нас от победы к победе, но при этом пользуясь нашим безграничным доверием, творил очень нехорошие дела. Заключительная строфа выражала глубокое разочарование автора в своей былой приверженности полководцу, но тут же выражалась оптимистическая надежда, что в будущем все будет не так. Строфа завершалась полемическим вопросом. «Бывает гладко все не разом при штурме новой высоты. Я верю в коллективный разум, я верю в партию, а ты?» Полоса со стихами была приклеена плохо, очевидно, картошкой, или клейстером, или просто слюной. Аглая схватила бумагу за отвалившийся угол, сорвала ее и, жалко к змею, быстро пошла к себе в кабинет. Секретарша Рита щурясь маленькой зеркальцем выщипывала пинцетом брови, увидев, ошачью, вскочила. «Здравствуйте, Аглая Степановна, выздоровели?» «Выздоровела», пробурчала Аглая. «Шубкин где?» «Только что тот крутился, кажется, пошел в общежитие проверять у девочек заправку постели. Пусть зайдет ко мне», приказала она и скрылась в кабинете. Швырнула бумагу на пол, подняла, положила на стол, опять швырнула и опять подняла. Сняв пальто, и стала быстро из угла в угол расхаживать по кабинету. А тут же притомилась, запыхалась и вспотела, все-таки была еще слаба. Услышав голос приемной, села за стол и изобразила на своем лице каменное выражение. Марк Семенович Шубкин был человек лет пятидесяти, крупный, полнеющий и лысеющий, со свежим цветом лица, какой бывает у сельских жителей и заключенных. Похоже, между прочим, на Ленина. Ростом намного выше, но, как и Ленин, с приогромнейшей головой, шестьдесят, как он сам уверял, шестого размера. Работал он воспитателем в группе дошкольников и в порядке общественной нагрузки редактировал стенную газету. Ему эта работа была доверена неосмотрительно. Добровольно вести газету никто не хотел, а он, дорвавшись без конца, печатал в ней свои стихи и заметки. Что могло бы считаться для газеты немалой честью? В Долгове были свои поэты, бутылка, распадов и прочее, но выше областной печати им подниматься не доводилось, а Шубкин в тридцатых годах печатался в Гогде, в известиях, в комсомольской правде и в огоньке. Подойдите к столу, велела Аглая, не отвечая на приветствие Шубкина. Кто написал эту пакость? Ее губы скривились в брезгливой гримасе, а глазами она показала на свернувшуюся спиралью полоску бумаги. Шубкин протянул руку, но бумагу не взял, передумав. Я вас не понял, сказал он и смиренно посмотрел на Аглаю. Я вас спрашиваю, постукивая по столу пальцами, повторила она, «Кто написал эту пакость?» «Вы имеете в виду эти стихи?» спросил он, поощряя ее к исправлению терминологии. «Я имею в виду эту гадость!» стояла на своем огла Степан. «Эти стихи...» Шубкин от волнения заикался, написал, «Я». «И кто же вам позволил написать эту пакость?» повторила она с непреклонной враждебностью. «Эту пакость мне позволила написать по партию?» сказал Шубкин бледнее и выпитил грудь. «Ах, по партию!» передразнила Аглая, «Партия позволила!» «Нет, дорогой друг, партия тебе еще пока не позволяет всякую дрянь писать и спекулировать на теме. Я с этой дряни вот что сделаю, вот!» И полетели на пол клочья бумаги. «Если ты думаешь, что на двадцатом съезде была отменена генеральная линия, то ты неправильно понимаешь. Партия вынуждена была пойти на некоторые поправки, но сомневаться в главном мы никому не позволим. Сталин как был таки есть ум, честь и совесть нашей эпохи. Был и есть и все и ничего более. И если о нем там кто-то что-то может сказать, это не значит, что каждому будет позволено. Надо же!» Она посепенно успокаивалась. «Каждый пишет, чего не попадя, верю в коллективный разум, верующий какой нашелся. Да вот если такой статирик написал бы про мусорные бачки, стоит, понимаешь, без крышек, от них вонь, антисанитария, мухи, сколько можно говорить, что вы сделали крышки? Я за хозу два выговора влепила, скоро третий вломаю, строгий с предупрежением. А он бы хоть что? Вот если ты талант, сатирик, возьми и ударь сатирой по мусорным бачкам. Шубкин побледнел еще больше, напыжился. Я не хочу ударять сатирой по бачкам, я хочу сатирой ударить по ста... Все понятно, поставила точку огла. Вы уволены. Завтра расчет в бухгалтерии. Между прочим, она этого типа раскусила давно. Еще когда он пришел наниматься на работу, у нее тогда не было учителя литературы, этот подкатился с красным дипломом ИФЛИ, Института философии и литературы, того самого, где учились еще до войны многие наши выдающиеся личности, включая поэта Твардовского и секретаря ЦК Комсомола Шелепина. Надо же, удивилась Аглая, разглядывая диплом. Какие люди осчастливили наши захолусти. В Долгове по причинам изложенным выше встречались люди с высшим образованием, но с таким же встречались нечасто. А где же вы после института работали? На лесоповале, сказал Шопкин просто. Почему? спросила она и тут же поняла, что глупость сморозила. Чего уж тут спрашивать? И пока он молол ей что-то невнятное о необоснованных репрессиях и перегибах. Она все решила. Понятно, перебила она. А почему вы собственно к нам? Ну, во-первых, потому что увидел объявление. Во-вторых, у меня подходящее образование. И в-третьих, он выдержал паузы и закатил немного глаза. Я очень люблю детей. Детей все любят, заметила огла. Тем более, подчеркнула она, наших советских детей. Имей в виду, что наших, но не ваших. А у вас, кстати, сказать, собственные детишки есть? Нет, сказал Шубкин, словно бы извиняясь. Не обзавелся, потому что, ну, сами понимаете. Ну, да, простила она, это понятно. Но, развела руками, к сожалению, у нас для вас нет места. И давай понять, что разговор окончен, полезла в пачку за очередной беломориной. Но он уходить не торопился. Но вы только что сказали, что у вас есть место. Я сказал, но вижу, что у вас нет достаточного педагогического опыта. Образование у вас, конечно, очень высокое, для нас может быть даже слишком, но у нас же специфика. У нас дети трудные, без родителей. Вам лучше для начала попробовать в обыкновенной школе. Ясно, что слова о недостатке опыта были лишь отговоркой. На самом деле, она отказала Шубкину, потому что таких, как он, не любила. Она твердо знала, что туда ни за что не попадает. Она рассуждала по известной логике. Вот я жила честно, и меня никто не посадил. И этого не посадили, и того не посадили. А уж если посадили, то дыма без огня не бывает. Значит, было за что. Допустим, теперь новые времена. Социалистический строй укрепился, и партия, она сильная, может проявить к врагам известную снисходительность. Можно сократить наказание, трудоустроить, но доверять подобным типам воспитания подрастающих поколений этого нельзя допустить никогда и ни при каких обстоятельствах. Ее, однако, поправили. Это тоже был один из признаков надвигающихся перемен. Шубкин пожаловался в Руно, оттуда пришел приказ трудоустроить, а главе скрипя сердца подчинилась, но определила нового педагога не преподавателем старшей класса, как он просил, а воспитателем старшей дошкольной группы, но продолжила относиться к нему подозрительно. Ей не нравилось, что он своим маленьким воспитанникам рассказывает про каких-то мух, цокотух, гадких утят, козлят, поросят и волков. «Если уж вы им и рассказываете про этих поросят, учила она, подведите под них идейную базу, объясните, что поросят это развивающиеся страны Африки, Азии, Латинской Америки, а серый волк это кто? кто?» спрашивал Шубкин, имея на этот счет собственные соображения. «Серый волк», объясняла Аглая, «это американский империализм, но ведь дети для такого восприятия еще маленькие», сопротивлялся Шубкин. «Вот и хорошо, что маленькие, маленькие лучше усваивают». Шубкин умолкал, но по глазам его она видела «не согласен». Причем не просто «не согласен». Она подозревала, что Шубкин через этих поросят сознательно протаскивает чуждую идеологию. И, как ни странно, но об этом позже была в общем права. Теперь поведение Шубкина и его стихотворение убедили Аглаю, что его прошлое не было случайным. Раньше таился и вот на тебе вылез, как таракан из щели. Забыл про своих козлят-поросят, перешел к прямым нападкам на самое дорогое. Вскоре она увидела, что Шубкину в своих устремлениях не одинок. В районном отделе народного образования, куда он опять пожаловался, ее приказ не утвердили. Она решила сама навестить заведующего. Когда она вошла в кабинет, Богдан Филиппович не читайло, сидел под портретами Ленина и Крупской. Это был немолодой и грустный человек, в вообще-то бумажном пиджаке и темной рубахе с расстегнутой верхней пуговицей. В описываемое время еще многие начальники районного уровня жили плохо и одевались бедно, поскольку зарплату имели небольшую, а взятки пропивали немедленно, да и какие взятки узав районным отделом народного образования. Небритый и нетрезвый не читайло пальцами желтыми от табачного дыма складывал газету «Правда» в нечто вроде маленькой книжечки. «Я к вам», сказала Аглая, потоптавшись у порога и почему-то вдруг оробев. «Я вижу, что до меня», кивнул не читайло, «Тута», он повернул голову туда и сюда, «Кроме меня никого нету». «И чем же Аглая Степана я мог быть для вас к примеру полезным?» Пока Аглая излагала суть дела, он закончил сложение книжечки, один листок из нее вырвал, согнул желобком и потянулся за лежавшим перед ним шелковым кесетом с вышитой на нем и выцветшей витой надписью «Кури и не кашляй». В этом кесете был у него табак самосад, то есть такой, который люди раньше сами выращивали, сами сушили и сами же мелко резали. Если резали с корнями, то получалась махорка, сравнительно слабая, а если в дело шли одни листья, то досягалась такая крепость, что у заядлых курильщиков перехватывало дыхание и из глаз брызгали слезы, как у клоунов в цирке. Табак этот в народе назывался самсон и по распространенному убеждению курильщиков побуждал молодых к половой активности, а стариков к сну. Хотя трудно себе представить, чтобы регулярный курильщик такой отравы имел сколько-нибудь шансов дожить до стариковского возраста. Нечитав достал из кесета щедрую щепоти самсона, рассыпал ровно по желобку край бумаги, послюнил и покусал передними зубами, чтобы лучше клеилось. Свернул тугую цигарку толщиной с большой палец, достал из кармана зажигалку, сделанную из винтовочного патрона с колесиком. «Фронтовая», сказала наглая, и высек огонь. Запахло дрянным табаком и горелой бумагой. Раскуривая цигарку, не читая пучил глаза, раздувал и втягивал в щеки, издавая звуки, как парвоз. «Ух, пух, 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 не читая лопыхтел, табак трещал и стрелял, искры ссыпались в разные стороны». Цигарка наконец раскурилась, Богдан Хилиппович затянулся со вкусом, закашлялся, засипел, словно в предсмертных муках, и на время утонул в клубе темно-сизого облака. «И вот закончила свой рассказ Аглая, я вас спрашиваю, разве можно допускать такого человека, как Шубкин, к воспитанию наших советских детей?» «Я думаю, можно», дошел до нее голос из дыма, который, впрочем, стал рассасываться и, не считая, вынырнул из него, как самолет из облак. «Я думаю, можно», повторил он, держа самокрутку в левой руке и разгоняя дым правый. «Я вообще скажу вам, товарища Репкина, приблизно вот так. Партия сейчас, как вы знаете, взяла курс на бережное отношение к кадрам. Не то, что как было раньше, чуть-чуть шо и всяким башка. С людьми же надо обращаться, я бы сказал, гуманно, тем более с такими, как Шубкин. Это же человек, можно сказать, уникального интеллекта. Он же имеет два высших образования, на двенадцати языках говорит свободно, а остальными владеет со словарем. А память у него, ну, просто скаженная. Помнит, можно сказать, наизусть Одиссею, не читая вас загну в мизинец, или Аду загнул безымянный палец и дальше с загибом остальных пальцев перечислил. Евгения Онегина, таблица Менделеева, вечно зеленую шахматную партию, песню буревестники, четвертую главу истории ВКПБ и работу Ленина, шо такое друзья народ. Я сам Аглая Степановна не поверил, следил по тексту. Так он же прямо из головы и слово в слово, во, прямо можно сказать не голова, а совет министров. А товарищ Сталин, сказала Аглая, нас учил, что чем враг умнее, тем он опаснее. Ну, шо вы мне говорите за товарища Сталин? Богдан Филиппович вздохнул, сделал новую задяжку и опять закашлялся, наклоняясь к столу и хватаясь за грудь. У товарища Сталина еще покашлял. Мы ж теперь знаем, тоже ж были свои ошибки. Он даже войну руководил войсками по глобус. Вот так глобус крутит, и говорит, этот город говорит, узять к октябрьской годовщине, а этот говорит, ко дню Красной Армии. А как его взять? С какой стороны куда подтянуть резервы? Это меня, говорит, не касается. Я, говорит, верховный главнокомандующий и руковожу верховно. Понимаете, а насчет деталей это пустил Жулков, говорит, думает, или Толбухин. Ну, чушь, разозлилась огла, товарищ Сталин был гений и во все детали сам лично вникал. Ах, поскушнел Нечитайло, я с вами, Аглая Степановна, в идеологические споры не вступаю. Тем более, что руководство нашей партии имеет другое мнение. А у тебя, перешла Аглая, на ты, свое мнение есть? Есть, заверил я Нечитайло, но оно у меня, как у каждого честного коммуниста, от мнения высшего руководства не отличается. И потому я ваш приказ об увольнении Шубкина признаю, ну, как бы сказать, недействительным. Это значит, заключил он решительно и вдавил Акуров в пепельницу, что он завтра утром может выходить на работу. Аглая поняла, что говорить больше не о чем и встала со стула. Ну, хорошо, сказала она с угрозой, не имеющей смысла. Хорошо. И вышла, постаравшись хлопнуть дверью погромче. А Нечитайло посидел, подождал, пока она удалится, сказал, дура, покачал головой и стал ладить новую самокрутку. На этот раз Аглая вышестоящему органу не подчинилась и к работе уволенного не допустила. Начались неприятности. Я вызвал к себе поросянина, усадил в мягкое кожное кресло, велел подачаю с ушками и лимоном. Разговор начал со вздоха. Эх, Аглая Степановна, партизанская жилка, куда ж ты лезешь-то напролом? Ну, не нравится тебе этот шутки? Ну, кому он нравится? Он и мне не нравится. И сам лично я, признаться, всю нацию их на дух не переношу. И то, что там наверху происходит, мне это тоже не по нраву. Сталин тридцать лет стоял во главе государства, но его до небес возносили и гений, и корифей, и генералиссимус, а теперь, значит, Кирова убил, крестьянство разорил, интеллигенцию пересажал армию, обезглавил, партию уничтожил. А мы-то с тобой кто, разве не партия? Вот, обрадовалась Агла, я именно про это и говорю. Про это все говорят, но про между собой, шепотом. Агласно, мы должны поддерживать линию партии, какая бы она ни была, куда бы ни поворачивала, мы, коммунисты, голосуем за. Беспринципно спросила Аглая. Беспрекословно, сказал Поросянинов. Аглая вспыхнула, хотела возразить и довольно резко, но тут отворилась дверь и кабинет без шума вошел, как будто даже и не передвигая ногами, первый секретарь райкома Нечаев. Он поздоровался за руку с Поросяниновым, который вскочил из Аглая, который, положив руку на плечо, не дал подняться, спросил «Не помешаю», сел на диван и застыл в положении пассажира, ожидающего поезда, который нескоро придет. И с таким видом, будто происходящее здесь его не касается. Так вот, товарищ Ревкина, продолжил Поросянинов, речь идет не о Шубкине, а о линии партии. Партия наша взяла курс на преодоление культа личности Сталина, который, вы знаете, не хуже меня, совершил много тяжелых политических ошибок. Он управлял страной единолично, разорил крестьянство, обезглавил армию, возглавлял гонения на интеллигенцию, уничтожил фактический цвет нашей партии и поощрял словословие в свой адрес. И теперь партия мужественно говорит народу всю правду. А вы что? Ну, что вы? Повторил Поросянинов и честно посмотрел Аглая в глаза. Против правды? Это ты кому говоришь? Удивилась Аглая, помня, что минуту тому назад Поросянинов говорил нечто противоположное? Я вам говорю, сказал Поросянинов и бросил быстрый взгляд на Нечаева. Я вам говорю, что у нас есть принцип демократического централизма, по которому, если партия приняла решение, рядовые коммунисты его исполняют. Вот и все. В это времени Чаев встал и вышел так же тихо, как и вошел. Аглая проводила его глазами и перевела взгляд на Поросянинова. Тот, очевидно, все-таки разволновавшись, взял в вазочке сушку, разломал, взял другую, разломал, взял третью, посмотрел на Аглаю. Ну, так что, Аглая Степановна? Что? спросила она. «Каяться будешь?» «Я?» удивилась она. «Бери бумагу и пиши». «Я, Ревкина Аглая Степановна, будучи немного не при своих, не поняла нового курса партии, не осознала мудрости партийных решений, в чем полностью раскаиваюсь и торжественно вмещаю, что больше никогда так делать не буду». «Это ты серьезно?» спросила Аглая. «Товарищ Ревкина», сказал Петр Климович, поднимаясь. «У нас в этих кабинетах, вы сами знаете, не серьезно, не говорят. Я вам очень советую подумать». «Хамелеон», сказала Аглая и вышла, не заметив протянутой ей руки. Вскоре Аглая получила строгий выговор за противодействие партийным решениям и была понижена в должности, став рядовым воспитателем Ахшубкин, что ее оскорбляло ужасно. На свои злоключения пожаловалась Аглая сыну Марату, который учился в Москве в Институте Международных Отношений. Из ее письма он узнал, что мама огорчена не столько личными неудачами, сколько общим направлением дел. «Ты знаешь, писала она, что ни я, ни твой героически погибший отец никогда себя не жалели. Я и сейчас себя не жалею, но мне стыдно, стыдно до слез смотреть на людей, которые оплевывают то, что вчера превозносили. Когда Сталин был жив, я не помню такого случая, чтобы кто-то сказал, что Сталин ему чем-то не нравится. Все в один голос говорили гений, великий полководец, отец и учитель, корифей всех наук. Неужели они все не верили в то, что им говорили? Неужели все врали? Не могу понять, когда же эти люди были искренни, сейчас или тогда? А как можно равнодушно смотреть на то, что среди твоих ровесников, среди молодежи подрывается вера в самое святое, в правоту нашего дела? В длинном письме она ни разу не спросила сына, как он живет, где и в каких условиях, здоров ли, что ест или пьет, как проводит свободное время. Она изложила убеждение, что никто не имеет права судить и осуждать гения, который 30 лет стоял во главе государства, провел коллективизацию, разгромил оппозицию, превратил отсталую страну в индустриальную державу и одержал всемирно-историческую победу над врагом? В том же письме выражала она недовольство тем, что из лагерей выпустили всех врагов народа, которые вместо того, чтобы сказать спасибо, теперь еще требуют каких-то правиль год и на каждом углу кричат, что они пострадали ни за что. Может быть, среди них и попадали случайно отдельные невинные жертвы, но лес рубят в щепки летят, нельзя же выпускать всех без разбору. А мы разве не страдали, писала Аглая? Разве не мы не доедали и не досыпали? Разве не на нас были нацелены кулацкие обрезы? Кто-то просидел несколько лет в тюрьме, там его кормили и поили бесплатно, а твой отец и жизнь отдал, не задумываясь за родину и за Сталина? Почему же мы никому не жалуемся? А то, видишь, герои, они пострадали, так пострадали, что даже самим плакать хочется, а я думаю, что если кого и напрасно наказали, то теперь его, когда он в лагере разложился и набрался антисоветского духа, выпускать незачем, он уже все равно враг, и поступать с ним надо по-вражески. Сын ответил ей к удивлению холодно, он написал, что все эти проблемы его не волнуют, и почти повторяя слово в слово поросянинова, заметил, что на жизнь надо смотреть реалистически. Сам Марат к своим 22 годам практикой реалистического отношения к жизни вполне овладел и свои дела успешно устраивал, «будучи благородного по советским понятиям происхождения партийные работники считались передовым отрядом рабочего класса, он учился в одном из самых престижных и доступных не всем институтах. Блестящих способностей не имел, но был сообразителен и приметлив, и очень быстро заметил, что имея общие привилегии как сын партийцев, он допущен к освоению преподаваемых в институте наук, но там же среди студентов есть узкий круг совсем для него закрытый. Дети больших начальников, генералов, министров, членов ЦК жили совсем другой жизнью и могли себе позволить гораздо больше, чем другие их однокашники. они пропускали занятия, пьянствовали, раскатывали на родительских автомобилях, устраивали оргии с девочками из своего круга или не своего, иногда и насиловали, а одну был такой случай, даже скинули с балкона. Дело казалось громким, но оказалось тихим. Его очень ловко замяли, объявив, что скинутая была в состоянии депрессии, сама с балкона этого скинулась. А уж сравнительно мелкие шалости этим ребятами вовсе сходили с рук. Марат знал, то, что позволено и простительно им, никогда не будет позволено и прощено ему. Стать с ними вровень или даже обойти их можно. Но для этого надо преуспеть в каких-то других делах, набрать очки там, где эти балбесы не добирают по беспечности надеясь на своих пап и не понимая того, что сегодня твой папа все, а завтра никто, и ты тоже вместе с ним станешь никем. Марат сделал правильные выводы и вел себя в соответствии с ними. Жил скромно, посещал студенческий научный кружок, делал скучные доклады, активно участвовал в комсомольской жизни, готовился в партию. Науки усваивал с трудом, но старался, поняв, что для будущей карьеры важна не успеваемость, а именно старание, чтобы начальство видело, что ты стараешься, слушаешь, раскрыв рот и ведешь конспекты. А конспекты у него были. Ну, хоть в музей, чистые, аккуратные тетрадки, обложки газетой и правда обернуты. Почерк прямой и четкий, важные мысли подчеркнуты красным карандашом в доказательстве того, что не только записывал, но и читал. Марат усвоил и то, что активное участие в общественной жизни поощрилось больше, чем усердие в накоплении знаний. Он знал, что надо уметь ладить с людьми, следовать не пылким порывам, а трезвому расчету и помнить, что в реальной жизни важны не писанные законы, а не писанные правила поведения. Эту мысль сформулировал не он, а замминистра внешней торговли Сальков, отец Зои, девушки, за которую он ухаживал. И он, ухаживая за Зоей, как раз и руководствовался в первую очередь правилами. Он делал карьеру и замечал, что время фанатиков истекло. Их не любят не только какие-нибудь антисоветчики или франдеры, но и сами партийные люди. Партийным не хотелось работать, как это было в прошлом, ночами, в ожидании, что вдруг отцу народу понадобится какая-нибудь справка или еще что-нибудь. Они устали жить в постоянном страхе и помнить, что отстрел партийных работников продолжается. Сейчас время для карьеры не такое опасное, как раньше, зато более сложное, надо проявлять гибкость и не спешить занимать ту или иную позицию, пока она точно не определилась. Понял Марат и то, что время излишне скромных одежд, косовороток, гимнастерок, полувоенных френчей, суконных шинелей и сапог с высокими голенищами прошло. Он по возможности хорошо и аккуратно одевался, вовремя стригся у дорогого парикмахера и даже слегка душился. Зоя разговаривала неразвязно, как это было принято у юнцов ее круга, а наоборот проявлял некоторую старомодную галантность, что ее в конце концов и покорило. Что говорить о других, если даже родной сын Аглаю не понял? Она обиделась, стала писать ему реже и холоднее. Отношения с сослуживцами в детском доме были натянутыми, а то и просто враждебными. Никто не улыбался, как раньше, не кидался исполнять ее просьбы, и даже секретарша Рита здоровалась сквозь зубы. А Шубкин за это время еще больше возвысился. Его перевели преподавателем литературы в старших классах и вид победителя, с которым он входил в детский дом, вполне соответствовал его положению. Новый директор детдома Василий Иванович Черкурин, равнодушный ко всему, кроме выпивки, дал Шубкину очень большую волю, чем тот в полной мере пользовался. Он не только преподавал литературу в старших классах, но создал литературный кружок Бригантина, вел драм-кружок имени Мейерхольда и продолжал редактировать стен-газету «Счастливое детство». Аглая никогда не была стукачкой и стукачей не любила, но по партийному долгу много раз указывала новому директору на то, что, пользуясь своим положением, Шубкин внедряет в голову учеников «Не наши идеи». На уроках литературы и на занятиях Литкружка иронически отзываются о методе социалистического реализма, пропагандируют писателей сомнительной репутации и нереалистического направления, восполяя таких осужденных партий литераторов, как Зощенко, Ахматова, Пастернак, высоко отзываются о порочном отвергнутом советской общественности романе Владимира Дудинцева «Не хлебом единым» и распространяет этот роман среди воспитанников детского дома, уделяет слишком много внимания западной литературе. Черкурин на эти сигналы не реагировал, махал рукой, пусть, мол, делает, чего хочет, тем более, что интерес к литературе у учеников заметно возрос, взбиваемость повысилась и с дисциплины стало получше. К октябрьским праздникам Шубкин вместе со своими учениками подготовил большой концерт художественной самодеятельности, на который явились шефы с кожевенной фабрики и колхоза «Победа» и, естественно, все сотрудники детдома. Пришла на концерт и Аглая, и досталось серединное место в третьем ряду. Соседняя с председателем колхоза «Победа» Степаном Харитоновичем Шалейко, плотным бритоголовым мужчиной лет сорока. Шалейко она знала еще со времен своего секретарства. Кажется, он был из одной области снечитайло, во всяком случае, говорили они одинаково, на языке, который нельзя было назвать ни русским, ни украинским. Когда-то это называлось малороссийским наречием. На самой Украине этот язык именуют суржиком, а суржик это гибрид пшеницы и ржи. Шалейко и сам был похож на гибрид человека с каким-то растением, вроде, может быть, баобаба, крупный, корявый, с грубыми чертами лица и вислым носом, похожим на недозрелый баклажан. Он был одет по уходящей в прошлое моде тогдашних деревенских начальников, диагоналемом Френче Сталинки с накладными карманами, хромовых сапогах, от него пахло одеколоном шипр, гуталином, потом и сельским хозяйством. Шалейко саглай приветливо поздоровался и даже почти привстал. «Давно тебя не видел», сказал он доброжелательно улыбаясь, «Как дела?» «Так», пожала плечами аглая, «слышал про твои неприятности», сказал он полголоса и вздохнул, «Ты человек принципиальный, негибкий, а сейчас время гибких, которые хорошо и в нужный момент умеют сгинаться, тем более что все меняется, здесь меняется, там меняется». Он показал глазами куда-то наверх. Она проследила за его взглядом и увидела над сценой два портрета советских вождей. Там всегда висели два портрета. Но раньше это были портреты Ленина и Сталина, а теперь вот наглость-то Ленина и Хрущева. И лея этого лысого, как она называла Никита Сергеевича, что возмутило Аглай до глубины души. Она уже примирилась с нападками лысого на Сталина, но не ожидала, что он дойдет до такого нахальства и на место Сталина поставит себя, рядом с Лениным, который, впрочем, тоже был лысым, и которого она, сама себе не признаваясь, тоже, в общем-то, не любила. Иногда на Аглайе находили такие приступы злости, что ее в буквальном смысле слова начинало трясти. Она сжимала пальцы в кулаки, прижимала локтем, боками, дрожала, чувствуя, что и сердце необыкновенно колотится. Однажды она даже попыталась объяснить свое состояние врачу-невропатологу. Она боялась, что он над ней посмеется, но он выслушал ее внимательно и посоветовал подобных стрессов опасаться и избегать. «Вы меня извините», сказал он, «но я врач и должен быть откровенным. Ваша беда в том, что вы злая. Злоба это чувство, которое прежде всего разрушает того, в ком рождается. Вы же это чувство сами в себе переживаете. ваше ничье-нибудь сердце колотится и совершенно бестолку. А тот, на кого вы злитесь, этого может даже и не заметить. Очень вам советую, постарайтесь не злиться, быть к людям добрее, и не ради них, а ради себя самой». К совету доктора она отнеслась серьезно и старалась ему более или менее следовать, но теперь, увидев портрет Лысого, не сумела себя сдержать и опять стала трястись, как в припадке, хотя понимала, что вред ей одной. Если бы хоть часть ее чувства дошла до Лысого, он бы, наверное, сгорел и спепелился на месте, но куда там? Расстроилась, хотела уйти, но только стала подниматься, свет в зале погас, сцена осветилась лучом прожектора, и на ней появился Шубкин в метых брюках и серой вязаной кофте. Он встал посреди сцены, смотрел в зал, щурясь от направленного на него луча, выдержал длинную паузу и тихо сказал, «Я земной шар чуть не весь обошел и умолк». «Врет», прошептал Аглая шалейка, «Лагеря он прошел, а не земной шар». «И жизнь хороша», продолжил Шубкин раздумчиво, «И жить хорошо». «Это стихия», сказала Аглая, «Все равно врет». сказал Шалейка. Шубкин помолчал и вдруг зачастил резко, рубя воздух правой рукой. «А в нашей буче боевой кипучей и того лучше». Аглая заскучала, Сталин сказала Маяковскому, что он был и остается лучшим талантлившим поэтом нашей советской эпохи. Спорить со Сталином она не смела, но Маяковского не любила. Ей гораздо больше нравились Демьян Бедный и Михаил Исаковский, которого она знала по песням. Шубкина слушала вполуха и смотрела куда-то мимо. А Шубкин сказал, «Бьется улица змея, дома вдоль змеи». На этих словах из-за кулис, выстроившись друг к другу в затылок, выбежали мальчики и девочки группы дошкольников и стали бегать по сцене извилистой колонной по одному, изображая улицу змею. «Улица моя!» закричал Шубкин. «Дома мои!» Дети окружили Шубкина, он раскинул руки, как будто всех подгреб под себя. И все вместе они стали победоносно выкрикивать «Окна, разину стоят магазины, в окнах продукты, вина, фрукты». Почувствовав прикосновение, Аглая опустила глаза и увидела, что Шулейка трет со своим коленом об ее колено. В другой раз ей могло понравиться, но сейчас не было настроения. Шубкин вел себя на сцене так, как будто праздновал победу над ней. Она посмотрела Шулейка в лицо и сказала «Нет». Он спросил шепотом «Почему?» Она ответила «По кочану». Он обиженно засопел и стал смотреть на сцену, где младшие школьники исполняли краснофлотский перепляс. Затем средние школьники спели песню «Гренада и Бигантина», а старшие сыграли отрывки из какой-то пьесы про Ленина, которую Шубкин сам, кажется, написал и сам себе доверил исполнение главной роли. Когда он опять вышел на сцену в гриме с бородкой, все прямо ахнули, до чего пахов. он быстро бегал по сцене, бурно жестикулировал, хитро щурился, грассировал, хлопал Сталина по плечу. Его с наклеенными усами играла Света Журкина. Называл батенькой, уличал в ошибках, махал перед носом пальцем. Запомните, батенька, законность относится к числу архиважнейших признаков социализма. Аглай смотрел на сцену, сжимала кулаки и, забыв наставление доктора, думала ненавижу. Второе отделение концерта Шуркина захватил целиком, опять со стихами Маяковского и других поэтов. Она слушала стихи о советском паспорте, сжимала кулаки и думала ненавижу. Он читал Анну Снегину, она думала ненавижу. Он прочел отрывки из Василия Теркина, она и тут думала ненавижу. А потом он и вовсе дошел до такой безидейной модернистской чуши какого-то Леонида Мартынова. Что такое случилось со мною? Говорю я с тобой одною, а слова мои почему-то отзываются за стеною, и звучат не в ту же минуту в ближних рощах и дальних пущих, в близлежащих людских жилищах и на всяческих пепелищах, и повсюду среди живущих. Знаешь, в сущности это неплохо, не для оха и не для вздоха. Расстояние не помеха, удивительно звонкое эхо, очевидно, такая эпоха, очевидно, такая эра. Ненавижу, думала Аглая, упираясь кулаками в колени. Однако большинство зрителей принял концерт хорошо, было много аплодисментов, и самые бурные достались, конечно, Шубкину. После концерта праздник отмечали в кабинете директора за двумя поставленными в ряд длинными столами. Аглая оказалась между Шалейкой и Шубкиным. С Шубкиным она вообще не разговаривала и даже делала вид, что не замечает его. Она повернулась к нему спиной и стала громко расспрашивать Шалейко о колхозных делах, какой собрали урожай яровых и много ли засеяли озимых. Шалейко в полголоса сообщил ей главные цифры и под скатертью потрогал ее колено рукой. Она руку скинула и спросила «А как насчет животноводства? Утеплены ли к зиме коровники?» «А как же?» сказал Шалейко суя руку туда же. «Крыши перекрыты, стены ощекотурены, везде стоят колориферы». Она ее опять отпихнула и теперь сидела как бы одна сама себе подливая портвейн. Богдан Филиппович не читайло произнес тост за Октябрьскую революцию, за партию, успешно преодолевающую последствия культа личности, за дорогого Никита Сергеевича Хрущева, ведущего страну по пути обновления. Особо он отметил усилия Никиты Сергеевича по восстановлению ленинских норм социалистической законности. Черкурин, продолжая тост, предложил выпить за один из примеров восстановления законности, то есть за Марка Семеновича Шубкина, который, как сказал Черкурин, не обиделся на партию. «А на партию не обижаются», перебил Шалейк. «А я и говорю», охотно согласился Черкурин, «на партию не обижаются». «У советского человека есть своя гордость». «Он может обижаться на соседа, товарища по работе, на жену, на брата, на мать и отца, но на партию». Он выдержал длинную паузу, выпитил нижнюю губу и повел указательным пальцами с стороны в сторону. «Не-не!» И Марк Семенович не обиделся. «Да ж не обиделся, Марк Семенович!» «Ни в коем случае», отозвался Марк Семенович. «Я не обиделся, больше того, я приобрел неоценимый жизненный опыт». «Стоило бы его удлинить», вдруг пошутила Аглая. «Что?» повернулся к ней Шубкин. «Ничего», сказала она и отвернулась. «Да», продолжил свою речь Черкурин, Марк Семенович не обиделся, не озлобился, не укрылся в своей скорлупе, а сразу и активно включился в работу и в общественную жизнь. И детей воспитывает, и газеты выпускает, и самодеятельность организовал. Скоро на областной смотр поедем, и там, я уверен, первое место будет за нами. Разумеется, похвалы Шубкина Аглая поняла, как у коры себе, но больше в разговор не встревала. Все произносимые тосты были ей чужды, однако выпить хотелось, и она пила ни с кем не чокаясь. И чем больше пила, тем больше испытывала какое-то странное влечение к Шубкину, хотя слева к ней все еще время от времени приставал и раздражал своими руками шалейка. После двух стаканов портвейна и половины третьего она возбудилась и, наклонившись к Шубкину, спросила. Рад, что победил. Нет, я боролся не против вас, Шубкин говорил ей вы, хотя года на три был старше и отстаивал принципы, а вам я зла не желаю. Ну да, не желаешь, не поверила она, еще как желаешь. Я думаю, если б твоя власть, сказала она, впадая в неосознанное ею волнение, ты б уже со мной ух, как раз справился. Только одним способом, сказал Шубкин, от детей бы отодвинул подальше, а больше ничего. Тем временем веселье продолжалось. После ужина сдвинули столы, стали танцевать под аккордеон. Играл Аглаян сосед Жорка Жуков, бесшабашный лохматый парень, специально приглашенный для обслуживания этого вечера. Он сидел у окна на стуле, поставил стакан с водкой на подоконник и в перерывах между танцами брал стакан, прихлебывал и опять играл с закрытыми глазами, как будто спал. Шалейка не оставляя своих усилий пригласил Аглаю, она станцевала с ним один вальс, но удовольствия не получил. Потом Шалейка и не читайла спели на два голоса выпрягает и хлопцы коной, а жена не читайла рада по русский совет. Исполнила арию из оперы «Запорожец за Дунаем», а я девчина полтавка зовут мене Наталк. А когда все кончилось и сотрудники выкатились в дождливый холодный вечер, Аглая догнала Шубкина уже за воротами, рванула за рукав. А я тебя, слышишь, вот если б моя власть, если б ты мне попался во время войны, я бы тебя псину из пистолета, я бы всю обойму в тебя всадил. и вдруг вцепилась в него, прижала его к себе, он думал, что она его душит, и не понял, что ее чувство было вспышкой ненависти, вспышкой страсти. Она его хотела убить и одновременно воспылала желанием быть подмятой им под себя, чтобы он ее растоптал, раздавил, раскатал, как тесто на доске. Он был крупнее нее, сильного пола, с мускулами неплохо развитыми на лесоповале, но справиться с разъяренной бабой оказалось непросто. Попытался вырваться, но не смог. Она притянула его голову к себе и в противоречивом желании впилась в него как бы поцелуем в засос, но сжала зубы и прокусила нижнюю губу, ощутила вкус крови и хотела грызть его дальше, предвкушая наступление какого-то необыкновенного состояния, но он оборвал ее порыв грубым толчком, отшвырнул ее от себя, так что она упала, зашибла колено и порвала чулок, а сам, прижавший ладони губе, в ужасе кинулся прочь, разбрызгивая кровь и оглядываясь. Такое ее поведение может быть кому-то покажется странным, оно и автору показалось странным, он даже подумал, что тут может быть и есть некий ключик к разгадке аглайного характера, и по этому поводу консультировался с очень авторитетным психосветилом фрейдистского направления. Светила долго думала и рассудила. Ваша героиня очевидно относится к тому типу женщин, которые всегда страдают от сексуальной неудовлетворенности. Одни переносят ее сравнительно спокойно, а она из другой категории. Она вообще ничего спокойно переносить не может, а этого тем более. При определенных обстоятельствах у нее возникает столь страстных желания, что она не в силах с ним справиться и теряет рассудок. Это желание возникает внезапно, как приступ, и готова немедленно, даже без полового акта, довести ее почти до оргазма, но в самый последний момент приступ проходит, вожделенный пик остается недостигнутым, и это приводит ее к сильному болезненному душевному опустошению, она становится резкой, злой и жестокой. «Хорошо», сказал я, «допустим, все это так, но при чем здесь Шубкин, какое желание может он вызывать, если она его так ненавидит, что готова немедленно расстрелять?» «А это, сказала Светила, довольно распространенное нарушение психики, безумная ненависть возбуждает такое же влечение, как и безумная любовь, у человека вроде вашей огла и любови ненависть в сильнейших своих проявлениях ничем друг от друга не отличаются. Мне жаль грядущие поколения, которые даже представить себе не смогут, что было время, когда на всей обширной территории Союза Советских Социалистических Республик, обширной они офшорной, торжествовала обязательной для всех населяющих территорию народов, народностей и племен, порой довольно диких, общая система передовых во всех отношениях взглядов, называемая единственно правильным научным мировоззрением. Мировоззрение было единственно правильным и проповедовалось единственной других не было нужды политической партии, но внутри партии все члены ее, признавая единство правильное мировоззрение, единство правильным разделялись на два недружелюбных друг другу течения. Одно течение были марксисты ленинцы, а другие сталинисты. Марксисты ленинцы были хорошие марксисты, добрые, они хотели установить на земле хорошую жизнь для хороших людей и плохую для плохих, но обязательно в соответствии с мировоззрением, и поэтому плохих людей убивали, а хороших по возможности оставляли в живых. А сталинисты были по сути своей демократой, убивали всех без разбору, и мировоззрение считали не догмой, а руководством к действию. Соответственно, марксисты ленинцы считались гуманистами и приверженцами единственно правильного мировоззрения, а сталинисты были привержены Сталину и готовы были идти за ним в любую сторону, куда бы он их не повел. Так вот, и разница между Марком Семеновичем Шубкиным и Аглая Степанной Ревкиной состояла в том, что он был марксист-ленинец, а она сталинистка, но оба каждый по-своему исповедовали единственно правильное научное мировоззрение, которое наш адмирал обозначал аббревиатурой ЕПНМ, а произносил как японское слово ЭПНМЭ. Кстати, насчет адмирала. Пора уже представить его поподробнее. Алексей Михайлович Макаров носил это прозвище не потому, что фамилия Адмиральская и не в соответствии с профессией. По профессии он был лингвист и литературовед. И не по призванию. По призванию он был интеллектуал широкого профиля. И не по реальному роду занятий. По роду занятий он был ночным сторожем на лесоскладе. Адмиралом он назывался ввиду своего увлечения морем, которого он никогда не видел, но о котором все знал по книгам. Впрочем, по книгам он вообще знал все обо всем. Даже больше, чем Шубкин. Когда его спрашивали, откуда у него такие обширные знания, он отвечал, что просто повезло. В детстве болел полиомиелитом, был прикован к постели, а потому не играл в футбол или пятнашки, не бегал за девочками, к тому же не знал еще телевизора, компьютеров, компьютерных игр и интернета. Ему еще и та удача выпала, что родился он не в Америке. Там бы ему придумали что-нибудь электрическое, механическое, с помощью чего бы он передвигался, отвлекаясь от накопления знаний. А у нас ему созданы были идеальные условия, в которых только и можно прочесть столь огромное количество книг и столько всего познать. В детстве Алеша Макаров, как многие люди, обреченные на неподвижность, увлекался описаниями морских путешествий и приключений. Начал, конечно, с Жильверна и Стивенсона, а потом углубился в тему, изучал биографии всех сколько-нибудь известных мореплавателей и историю открытия разных земель и описания морских сражений и знал типы кораблей от древнегреческих галер до современных атомоходов. Кроме того, у него было целое собрание лоций и морских справочников, но самое главное, у него прямо к спинке кровати был прикреплен морской штурвал, который помогал ему в детстве бороздить воображаемые моря и океаны. Годам к 18 Алеша Макаров от своих недугов частично оправился, научился с помощью двух палок передвигаться, окончил институт, в основном все-таки заочно, и даже написал кандидатскую диссертацию по вопросам языка знания. Настолько блестящую, что ему за нее хотели сначала дать доктора, а потом дали пять лет ссылки. Вот почему он и попал из Москвы в долгов. Здесь он жил сначала с матери, а потом один. Литературоведением заниматься не мог, физическим трудом тоже, а на пенсию бы не выжил. Добрые люди устроили его на лесосклад напротив дома, куда он с помощью палок своих кое-как добирался и дежурил там через ночь. Так вот, наш адмирал, будучи человеком обширных знаний и совершенно независимых суждений, всегда имея на все оригинальную точку зрения, к учению Эпенеме относился без уважения еще в те времена, когда мало кто до этого решался додуматься. Я под его влиянием тоже стал размышлять и усомнился в том, что еще недавно мне казалось незыблемым. Я стал думать, а почему это МНП считается единственно правильным и научным, и почему ради грядущего блага народа надо было столько этого же народа убивать, травить, топить, морить голодом и вымораживать. И не лучше ли придумать какое-нибудь единственно неправильное Эпенеме, но к людям по милосердии. Однако до сих пор приверженцы Эпенеме говорят, что теория была хорошая, а практика плохая. Ленин правильно разработал, а Сталин неправильно применил. А кто где в какой стране правильно применил? Хрущев, Брежнев, Мао Цзэдун, Кимирсен, Хошимин, Пол Пот, Кастро, Хонекер? Кто, где, когда? Что же в этой теории такого хорошего, если она никакой практикой, нигде, ни при каких обстоятельствах подтвердиться не может? сейчас, конечно, в мире число людей беззаветно преданных Эпенеме поубавилось, но в описываемые времена они водились на наших просторах в довольно больших количествах, и одним из них был Марк Семенович Шубкин, верный исповедник Эпенеме, ученик сначала Ленина, Сталина, а потом только Ленина, но зато уж за Ленина он держался долго, крепко и безоглядно. Верность Эпенеме и Ленину Шубкин хранил до и после ареста, во время ночных допросов, даже в годы проведенные на общих работах, несмотря на голод и холод, никогда, ни разу, ни на одну минуту до определенного времени не усомнился. Хрупные и мелкие дьяволы часто искушали его, пытаясь посеять сомнение, но он терпел, как Иисус Христос, в которого он не верил. Следователь Тихонрава очень больно бил Марка Семеновича скрученным в жгут полотенцем, последними словами ругаясь, слепил настольной лампой и спать не давал, и сидеть не давал, а когда Марк Семенович стойко все это выдерживая показывал нависевший над ним портрет Ленина и корил следователя цитатами из Ленина, тот отвечал просто «Срал я на твоего Ленина», на что Шубкин не находил достаточно убедительных контраргументов, но стойкость проявлял прежнюю и вышел из лагеря не сломленным, не покоренным, не изменившим свои убеждениям, то есть, по словам адмирала, вышел таким же дураком, каким и вошел, пломбированный дурак, называл его адмирал, то есть, дурак с опломбом. Признаюсь, мне суждения адмирала казались иногда слишком резкими, а по отношению к Шубкину не заслуженно резкими, и все-таки если человек прошел через лагеря и несмотря ни на что не изменил своим убеждением, разве это недостойно уважения? Глупость несмотря ни на что, безжалостно отвечал адмирал, это уже не глупость, это идиотизм. Адмирал относился к Шубкину с легким презрением, хотя поначалу сам пытался сокрушить его веру в ЭПНМ и в главного идола. Рассказывал Шубкин о немецких деньгах, немецком вагоне, кстати, пломбированном, о расстрелянных по личному приказу самого человечного изо всех прошедших по земле людей, священников и проститутках, о прогрессивном параличе на почве сифилиса и о многом другом, что тогда было известно немногим. Но все эти рассказы не производили на Шубкина ни малейшего впечатления, тем более, что многое он знал и сам, но поступки своего кумира объяснял объективными обстоятельствами, суровой необходимостью и тем, что революция в белых перчатках не делают. Он советовал адмиралу внимательно перечитать полное собрание сочинений Ленина. И тогда говорил он, даже вам станет ясно, что Ленин гений. Если гений спорил адмирал, то почему же так бездарен построенный им лагерный социализм? Шубкин возражал, Ленин собирался построить не то, что есть, а что-то получше. Но гений, говорил адмирал, строит то, что хочет, а не что-то другое. Ленин объяснял Шубкин, не мог предвидеть инертности крестьянской массы, которая не поймет преимущества социализма, не мог предвидеть, что к руководству страной проберется мелкобуржуазный элемент, что руководству свернет с избранной им дороги, откажется от НЭПа, поспешит с коллективизацией. Но гением не уступал адмирал, считается только тот, кто предвидит. А для того, чтобы не предвидеть, не надо быть гением, не предвидеть мы все умеем. Владимир Ильич вздыхал в Шубкин, родился на сто лет раньше своего времени. С этим я согласен, охотно кивал головой адмирал. Но вам в вашем возрасте пора знать, что раньше времени рождаются недоноски. Все нападки адмирала выдержал Шубкин и еще долго, все шестидесятые годы и половины семидесятых оставался верен Эпенеме и при этом вел себя почти в полном соответствии с заветом Христа, который сказал своим апостолам «Идите и проповедуйте». Шубкин проповедовал взрослыми детям, даже детям дошкольной группы, вбивая в детские головы Эпенеме в доступной им форме. Например, в форме сказок. Аглая Степана Репкина была права, подозревая Шубкина в том, что он рассказывал детям будто бы безобидные сказки вкладывает в них вовсе небезобидный смысл и точно. Рассказывая о волке и трех поросятах, Шубкин под серым волком подразумевал не американский империализм, как хотела Аглая и не просто лесного хищника, а Сталина, а под поросятами верных, как он теперь считал ленинцев, Троцкого, Бухарина и Зиновьева. Первым человеком в Долгове, кто познакомился с Марком Семеновичем Шубкиным, была вокзальная буфетчица Тонька у Глазова, невысокая, полная женщина 35 лет, с грустными глазами и нелегкой судьбой. В тихий, опутанный паутиной солнечный день бабьего лета она скучала, положив на прилавок свою пышную грудь и руками подперев подбородок, когда перед ее взором возник сошедший из поезда пассажир в старой армейской шинели из шапки с длинными ушами из шинельного тоже сукна. Он снял шапку и, протерши ею обширную лысину, Тонька уже тогда обратила внимание, что голова была у него необычно большая, спросила, сколько стоят пирожки с капустой. Тонька по обыкновению хотела ответить, что, мол, сами не видите или глаз нет, и кивнуть на ценник, ставший прямо перед ним. Но, посмотрев на него, передумала, смахнула ценник и сказала на рубь четыре, хотя они стоили в два раза больше. Он удивился, почему так дешево. Она пожала плечами, а вот так. Ну, дайте мне четыре пирожка и стакан чаю. С лимончиком, спросила она радушно. Он пошевелил пальцами в кармане и сказал, можно с лимончиком. Лимонов нет, вздохнула она и развела руками. Он взял четыре пирожка и чай и примосился к столику у окна, выходившего на пыльный пристанционный скверик. Там посреди пыльной клумбы виднелся памятник Ленину, изображавший дни, проведенные прототипом в разливе. Гипсовый Ильич, расположившись на гипсовом пне, писал в гипсовой тетради апрельские тезисы, а под педесталом, прислонившись к нему спиной, дремал, сидя пьяный мужик с бутылкой. И тут же послезть две козы. Приезжий смотрел в окно. Антонина смотрел на приезжего, и хотя он пирожки ел аккуратно, не чапкая, и чай пил маленькими глотками, она поняла, что он оттуда. Да и как было не понять, когда сама она в том мире жила, где люди туда уходили и оттуда возвращались или не возвращались. Уж отчим и пока не вернувшимся был ее муж Федя, который сначала бил смертным боем Антонину, а потом завел себе по любовницу, бил и ее, и, наконец, вовсе зарубил топором. Я тогда еще товарки поздравляли, ой, Тонька, повезло-то как, не было бы у него лиски тебя зарубил. Прежде был не из тех, что разбирается в своих отношениях с помощью топора, но и таких, как он, Антонина тоже встречала. Их называли политические, контрики, фашисты, но люди они были в основном культурные. Прежде ел пирожки, запивал чаем, она смотрела на него, и ей почему-то хотелось плакать. Один раз она даже нагнулась под прилавки и смахнула слезу. Дорвавшись до дешевизны, прежде взял еще четыре пирожка с повидлом по той же цене и еще стакан чая и спросил у нее, не знает ли она, у кого тут можно временно поселиться. И она, имея комнату в рестанционном бараке, сказала, что у нее. Он, не раздумывая, перетащил к ней чемодан и они стали жить вместе. Она говорила ему вы и называла по имени отчеству. Головка у вас большая, Марк Семенович, говорила она иногда, прижимая его голову к своей тоже немалой груди. Большая и лысая, шутливо уточнял Марк Семенович. Это хорошо, что лысая, вошком плодиться негде. А если какая и заведется, то скатится, потому как у вас вон как круто, прямо как это, ну, как вот и замолкала, не найдя подходящего сравнения. Ухаживала она за ним, что за малым ребенком. С тех пор, как он у нее поселился, рубашки на нем всегда были свежие, носки заштопанные, брюки глаженные, трех месяцев не прошло. Щеки его округлились и животик наметился. На собственный свой живот Марк Семенович, бывший лагерный доходяга, часто и довольно поглядывал, иногда поглаживал его с уважением. Заботясь о Шубкине, Антонина делала все бескорыстно, не требуя от него ответно ни любви, ни церкви, ни расписки, ни верности, только смотрела на него часто с радостью, что он есть, и с грустью от понимания, что она вряд ли надолго задержится. Антонина понимала, что она своему сожителю не ровня, но не знала того, что именно это его и устраивает. Ровня у него уже была, ее звали Ляля. Она называла Марка Семеновича Маркелом, не ценила его таланта, но любила тряпки, рестораны, оперных теноров и вообще шикарную жизнь. Представить себе ее стоящие у плиты, штопающие или хотя бы пришивающие пуговицы было невозможно. К счастью для Шубкина, Ляля не выдержала испытания долгой разлукой, о чем он в Ханты-Мансийской таге узнал из телеграммы. Извини, точка, полюбила другого человека, точка, желаю успеха, точка, крепко жму руку, точка, Ляля, точка. Так что положение Антонины было гораздо надежнее, чем она могла себе вообразить. Потратив много лет своей жизни на строительство социализма в особо сложных условиях, Марк Семенович Шубкин теперь пытался наверстать упущенное. Он купил себе поддержанную немецкую пишущую машинку «Триумф Адлер» с большой кареткой и нехваткой нескольких букв. Немецкий алфавит был перепаян на русский так на так, а в русском алфавите знаков больше. Своими руками, которые сам признавал кривыми, соорудил стол, тоже кривой и шаткий, из плохо стругленных досок и фанеры, поставил на него настольную лампу собственной конструкции, скрученную из алюминиевой проволоки с абажуром из газеты «Известия», и под этой лампой проводил большую часть своего свободного времени. А свободного времени у него было немного. С утра до позднего вечера он работал в детдоме, там же проводил репетиции дром кружка имени Мейерхольда, он сам дал кружку такое название, и занятие лит кружка «Бригантина», редактировал стен газету «Счастливое детство», приходя домой, сразу кидался к своему ламповому приемнику рекорд, слушал вражеские голоса, закуривая папиросу прибой, и тут же времени не теряя, заправлял в машинку четыре листа бумаги с копиркой и начинал с бешеной скорости выступить очередной текст строчку или столбик. Писал он одновременно и лирические стихи, и поэму «Рассвет в Норильске», аллегорическую о восходящем после долгой зимней ночи солнце, и роман «Лесоповал» о работе заключенных в ханты Мансийской тайге, и мемуары под названием «Память прожитых лет», и статьи по вопросам морали и педагогики, которые в большом количестве слал в центральные газеты, и письма в ЦК КПСС и лично Хрущеву, который начинал всегда словами «Дорогой и уважаемый Никита Сергеевич». Антонина сидела у стола на диванчике и вязала своему сожителю шапку, поскольку ни один из имевшихся в магазине головных уборов на его голову не нализал. Промышленность наша, рассчитывая на голову среднего советского человека, гнала валу, а голова Марка Семеновича 66-го размера была производством неволового. Работая с пиццами, Антонина время от времени поглядывала на Шубкина с любопытством. Иногда он сильно над чем-то задумывался, взгляд его стекленел, рот открывался, так проходило много минут, и Тонька, пугаясь, что Шубкин ушел куда-то, откуда и возврата может не быть, окликала его «Марк Семенович!» Но он иной раз цепенел настолько, что никаких окликов не слышал. Она еще и еще звала его, подходила, тормошила, кричала в самое ухо «Марк Семенович! Эй!» Он сильно вздрагивал, смотрел на нее безумным взглядом, вскрикивал «А! Что? Чего?» Потом приходил в себя спрашивал «Ты что, Антонина?» «Ничего», отвечала она смущенно и объясняла с боженной улыбкой «Мне просто интересно знать, Марк Семенович, о чем это вы все думаете, думаете и головку ломаете?» «Ах, милая Тоня», отвечал Марк Семенович, вздыхая, «Мне кажется, что партии нашей угрожает опасность нового термидора и мелкобуржуазного перерождения». Поскольку она не знала слова термидор, он начинал ее просвещать и рассказывал о Великой Французской Революции, потом еще о чем-то. И все смешивалось литература, история, философия. Он наизусть читал ей Полтаву, Евгения Онегина, поэму Владимира Ильича Ленина, пересказывал роман Чернышевского «Что делать» или книгу Томмазо Кампанелло «Город солнца». Подобному же просвещению он когда-то пытался подвергнуть Лялю. Но та во время рассказа то красила губы, то примеряла перед зеркалом новое платье, то перебивала его своими соображениями о новом спектакле, охотно откликалась на телефонные звонки и вообще делала вид, что все это ей и само и хорошо известно. Антонина, как слушанин была намного благодарнее. Раскрыв рот и не мигая, смотрела она на Марка Семеновича, когда он ходил по комнате, размахивал руками, знакомил ее с мифами Древней Греции, рассказывал о далеких странах, путешествиях и путешественниках, о революционерах, мечтателях, борцах за народное дело, о морях, звездах, будущих полетах в космос. Правда, у нее, как она сама говорила, голова была с дыркой, и через эту дырку все улетало в тот же космос, ничто не задерживалось. Благодаря этой дырке Антонине можно было одну и ту же историю рассказывать бесконечное количество раз, и каждый раз она слушалась с тем же вниманием. Но не только просветительством занимался Шубкин со своей Антониной утром. Она приходила на работу томной, утомленной, под глазами круги. Вокзальная кассирша Зина Трушина спрашивала с завистью «Ну как?» В ответ Тонька не читала стихи, не пересказывала утопию Кампанеллы и не говорила о возможных полетах к другим мирам, она качала головой, жмурилась и понизим голос сообщала «Цельную ночь невынимамши!» «А лупит?» как-то спросила Зина «Да ты что?» возмутилась Тонька и оглянувшись объяснила шепотом и не без гордости «Он же еврейчик!» Летом 1957 года скончался тихий аглайн сосед Савелий Артемович Телушкин В комнате покойного не оказалось никакой мебели и никаких ценностей кроме простой железной кровати кухонного соснового стола с одной тумбой и табуретки но но когда вскрыли матрас в нем обнаружили целый клад часы браслеты серьги перстни обручальные кольца серебряный портсигар кесет набитый золотыми коронками и медаль золотая звезда которая в самом деле была золотая но фальшивая без номера откуда у покойного были эти ценности не знали даже работники МГБ при исполнении высшей меры вещи расстрелянных конфисковывались а если разворовывались то естественно не исполнителями а чинами повыше говорили что после смерти Телушкина чекистами была предпринята попытка расследовать происхождение богатств усопшего с этой целью работник органов представившийся выдуманным именем Василий Васильевич время от времени являлся в дом по консомольскому тупику обходил соседей расспрашивав что они помнят об образе жизни покойного но они ничего не помнили кроме того что Телушкин был тихим невредным и при встречах он говорил здравия желаю или доброго здоровья обстановка после него как уже сказано осталась убогая а стены все исписаны разными мудростями известных миру великих людей и собственными мыслями автора который в писаниях своих пользовался неординарной грамматикой гласные буквы или пропускал или ставил не те было например написано право на линия жизни по повести Стромского как сгалялась сталь русский человек всегда своего добьется дети наши будущие 18 августа день наших тважных летчиков человек преобразует природу любовь мужчины к женщине есть болезнь и страдание организма на Марсе никакой жизни нет и самое другое у человека это жизнь за комнату Телушкина боролись многие но получил я вне очереди как жертва необоснованных политических репрессий Марк Семенович Шубкин грядущие переселения Шубкина соседей Каглая конечно ей понравиться не могло но она частично затмелась другим событием еще более неприятным июньским пленом ЦК КПСС 1957 года и поспешно собранной районной партийной конференции куда пригласили и Аглаю приехавший по этому случаю работник Капкома Шурыгин привез товарищем тревожную весть в Москве разоблечена антипартийная фракция в которую вошли никто-нибудь а члены президиума ЦК КПСС товарищи Маленков Молотов Каганович и согласно формулировке официального сообщения примкнувший к ним Шепилов по партийно-бюрократической грамматике того времени аббревиатура ТТ означала товарищи но не простые товарищи а плохие товарищи если надо было сказать что выступили хорошие товарищи например товарищ Хрущев Микоян или кто там еще то писалось полное слово товарищи а если плохие товарищи то не товарищи а ТТ данное утверждение к пистолету ТТ отношения не имело но в подсознании с ним как-то ассоциировалось а что касается примкнувшего к ним то он немедленно стал героем многочисленных анекдотов и нарицательной фигурой у алкоголиков всего Советского Союза и в частности города Долгу а лица данной категории великодушно приблизили этого персонажа к себе и сошедшись вдвоем в очереди за водкой обращались к предполагаемому третьему собутыльнику Шепиловым будешь то есть не примкнешь ли наверное эта шутка дошла со временем до товарища Шепилова и должно быть было ему обидно что каждый алкоголик имея при себе лишний рубль мог стать хотя бы на время Шепиловым суть конфликта случившегося в руководстве КПСС теперь уже никто про это не помнит заключалось в том что плохие ТТ не согласились с идеями хороших товарищей с решениями 20-го съезда КПСС не приняли курса партии на преодоление последствий культа личности и даже составили заговор с целью захвата власти после сделанного сообщения слово взял секретарь Райком Нечаев ваняжный человек с щеками круглыми и розовыми от раннего теросклероза и толстыми ушами как будто вылепленными из теста коммунисты района сказал он целиком и полностью одобряют принципиальную линию нашего ленинского центрального комитета и клеймят позором жалкую кучку отщепенцев и фракционеров в этом же духе было написано и поставлено на голосование резолюции кто за спросил Нечаев все немедленно вскинули руки кверху а сидевший впереди Степан Харитонович шалейко вскинул обе руки и прохричал одобряем одобряем целиком и полностью одобряем кто против кто воздержался быстро спросил Нечаев в единой фразе без запятой и не ожидая никакого ответа уже раскрыл рот чтобы произнести привычное принято единогласно как вдруг Карасянинов толкнул его локтем вбок да и сам он увидел в заднем ряду тонкую руку поднявшуюся одинокой качающейся блинкой товарищ Ревкина не поверил своим глазам Нечаевы он оглянулся на Шурыгина и пошел плечами показывая что он не виноват для него самого это очень большой неприятный сюрприз вы Аглая Степановна как это можно вы воздерживаетесь он был растерян но и Аглая владела собой не совсем она потом вспоминала что легче было подниматься в атаку под шквальным огнем вражеских пулеметов чем выставить против решения партии и тем не менее да подтвердила она тихо я да вот не умолкла не в силах произнести ни одного слова боли зал замер и наступила такая тишина что казалось слышно было как шуршат капли пота стекая с мягких ушей нечаиво поступок Аглай всех застал врасплох эти вопросы за против воздержался всегда были не более чем ритуалом по ритуалу все и во всех случаях важных или неважных голосовали только за всегда за и никогда против и никогда не воздерживались между воздержаться и против разницы не было потому что как определил любимый поэт Марка Семеновича Шубкина кто сегодня поет не с нами тот против нас Всех сидевших в зале хватили противоречивые чувства с одной стороны ужасно любопытно что же из всего этого выйдет все были не против скандала выносившего оживление в бедную событиями скучную и затхлую провинциальную жизнь а с другой стороны страшно если бы это был просто скандал кто-то у кого-то что-то украл или взял взятку или дал взятку или дал по морде изменил наконец жене или нечто подобное такие вещи в районной партийной организации случались осуждались но и находили понимание в таких случаях провинившегося корили стыдили угрожали исключениями с партии провинившийся каялся плакал бил себя кулаком в грудь получал выговор и на том дело кончалось но тут скандал разражался такой что непременно должен был выйти за пределы района и дойти до каких-то верхов где обратят внимание отметят что в указанном районе не все в порядке относительно коммунистического сознания масс пропаганды и агитации что имеют место идейное шатание колебание и вообще дело пахнет ничем нибудь а страшно выговорить идеологической диверсии и начнутся в районе всякие проверки и чистки а с ними и выяснение кто где чего украл или взял взятку или дал по морде или и взял и дал и хотя участники долговской конференции были поголовно и целиком преданные ЭПНМ и последним указанием вышестоящих партийных инстанций сказать что из них никто никогда ничего не украл и не дал взятку и не взял взятку ничего не приписал и не списал в свой карман было бы слишком но чем больше человек крал тем непримиряемее он был в идеологическом отношении поэтому реакция зала на случившееся была искренней и решительной хотя и последовала после краткой заминки сначала было тихо 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 и глухо потом из дальних рядов к передним потекло поехало покатилось шелест шум гул ропот грохот словно рокот морского пребывая чем ближе к президиуму тем мощнее слились в одной шум и кашель и грохот стульев и отдельные выкрики и вдруг кто-то заверещал пронзительно позор позор и всех впадая по нарастающей враж орали выли свистели хлопали руками и стучили ногами как псы спущенные с поводка возбудились при возможности безнаказанно грызть и рвать брошенную им под ноги жертву а директор мясокомбината Ботвиньев выскочил вдруг на сцену перед президиумом и размахивая кулаком словно крутил над головой веревку стал выкрикивать слава коммунистической партии слава коммунистической партии слава коммунистической партии с таким видом как будто страстно жевал за партию отдать свою жизнь не сходя с места немедленной без остатка против него как раз на днях было заведено уголовное дело по факту хищения мясопродукта в особо крупных размерах но проявляя преданность партии он справедливо рассчитывал на снисхождение правоохранительных органов публика в зале казалось озверела настолько что была не в силах себя сдержать но нечаяв поднял руку и члены заседания только что с собой не владевшие сразу притихли поникли а впрочем некоторые еще немного повизгивали постепенно все-таки утихая аглае Степановна наступившей тишине мягко сказал Нечаев если я вас правильно понял вы не согласны с линией партии может быть выйдете на трибуну объясните свою позицию да пусть выйдет громко сказал Поросянинов пусть выйдет заведующая райбольницы Муравьева скачала со своего места и стала кричать так чтобы президиум отметил ее старания ты кому служишь Репкина не тебе служу сказала аглае направляясь к трибуне но чем ближе подходила тем меньше ощущала решимость а достигши трибуны и вовсе оробела и ощутила в коленях такую слабость что захотелось сесть или даже прилечь она оперлась на поверхность трибуны и стала бормотать обиванах не помнящих родства и еще что-то невнятное а в зале опять наросло напряжение и раздались крики хватит довольно ясно долой ботвини вновь возникшим на сцене крикнул да здравствует наш дорогой любимый Никита Сергеевич и тут же указал пальцем на оглаю стал вопрошать товарищ я не понимаю что здесь происходит почему эта женщина здесь почему она позволяет себе выступать против нашей партии народа государства против нас с вами и наших детей позор кто-то пробосил сзади позор пропищал другой голос и опять позор 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 покатилась по залу такой реакции Аглая не ожидала ей партизанке и героине стало действительно страшно и закрывши лицу руками с плачем она кинулась вон из зала Нечаев и Поросянинов пытались ее остановить Аглая Степановна товарища Ревкина не остановилась да Аглая никогда не верила в то что стало называться ошибками культа личности отклонениями от ленинских норм или нарушениями социалистической законности ее раздражали разговоры о незаконных репрессиях и невинных жертвах она всегда говорила что у нас это у нас то никого зря не посадят но в тот день ее правосознание переменилось сразу и круто вернувшись домой она закрыла дверь на все задвижки приперла ее столом хотела и шкаф сюда же поставить но не осилила придвинула кровать и сама легла на нее одетая только сняла сапоги с партизанских времен был у нее восьмизарядный трофейный Вальтер она его прятала в кладовке в старом валенке а тут достала прожила рядом на стул пообещавши себе что живой не даст часов до четырех совсем не спала да и потом сон был тревожный снились высокие скрипучие сапоги которые сами по себе поднимались по лестнице с большими револьверами в руках а потом сама удивлялась какие руки могут быть у сапог но тем то сон от явия отличается что в нем все возможно сапоги с револьверами поднимались по лестнице что-то мохнатое лезло в окно а в железной трубе звучал железный голос голос вышинского объявляющего приговор именем союза советских социалистических республик во сне Аглая пыталась кричать но рот открывался не производя ни малейшего звука два раза во сне она хваталась за пистолет а оказывалось что это не пистолет а резиновая игрушка к утру она все-таки заснула по-настоящему и спала как ей показалось долго но проснулась от солнца в глаза и от звука въехавшего двор машины машина въехала мотор смолк послышались разные голоса и мужской голос спросил а где это и голос бабы гречки ответил на втором этажу мелок как подымись и сразу первая дверь и сразу заскрепели шаги на лестнице несколько человек дружно поднимались наверх она вскочила глянула в окно и отмерла увидев во дворе автомобиль черный ворон и водителя с погонами сержанта внутренних войск который закуривал прислонивший спиной к радиатору люди поднимавшиеся по лестнице дошли до второго этажа и теперь топтались на площадке как будто бы в нерешительности а глава метнулась назад к кровати схватила пистолет отщелкнула предохранитель стала быстро думать застрелиться сразу или все-таки Вальтер у него был восьмизарядный а ей самой достаточно было одного патрона последнего Насколько автор на протяжении своей жизни имел возможность заметить у большинства людей даже весьма образованных нет ни ощущения ни понимания того что они существуют в истории большинству кажется все всегда будет как есть сегодня а если на их глазах случилось историческое событие им оно видится происшедшим в результате совпавших во времени недоразумений и кажется что все можно вернуть обратно одни на это надеются другие этого боятся аглая надеялась шубкин боялся и оба не понимали что история обратных ходов не имеет так или иначе развивался процесс в результате которого надежды аглай выглядели чем дальше тем более иллюзорными а страхи шубкина напрасными дело конечно не зашло еще так далеко чтобы аглаю стали наказывать за разорение крестьян а шубкина носить на руках за нанесенные ему обиды но в целом что-то куда-то двигалось и одним из мелких результатов больших перемен и было предоставление Марку Семеновичу отдельные комнаты в двухкомнатной квартире в доме номер 1А по Комсомольскому тупику эта комната была в два раза больше той барачной где Марк Семенович и Антонина размещались прежде с кухней ванной и вапер к лозетам и всего только с одной соседкой по коммуналке с Шурочкой дурочкой в субботу Марк Семенович получил ордер и уже в воскресенье сложив свои тонькины манатки в узлы и связав шпагатом пачки книг из своей небольшой еще библиотеки вышел на поперечную Паштамскую улицу с надеждой словить какой-нибудь перевозочный транспорт он не учел что день был воскресный и поэтому большинство казенных грузовых машин стояло на приколе они грузовые ему не подходили он долго стоял махал рукой две машины прошли не остановились третий третий самосвал остановился но он перед тем возил уголь был настолько грязен что Шубкин заглянул в кузов и отказался он уже совсем потерял надежду когда рядом с ним резко затормозил черный ворон можно себе представить какие чувства испытал Марк Семенович при виде столь знакомого ему транспортного средства он съежился ожидая что сейчас вывалит из машины команда МГБ и возьмет его под белые руки но в машине никакой команды не оказалось был в ней только водитель старший сержант Опрыжкин с жизнерадостным выражением на лице садись отец подвезу сказал он распахнул правую дверку куда подвезете осторожно спросил Шубкин куда надо туда подвезу кто читал Чонкина помнит а кто не читал и сам знает что под названием куда надо в народе всегда подразумевалось такое место куда никому не надо то есть прокуратура милиция и другие органы насилия над человеком поэтому нетрудно оценить переживание Шубкина и понять почему он стал уверять Опрыжкина что ему никуда не надо но если не надо начал сердиться Опрыжкин ты чего стоишь и руками машешь придя в себя и поняв что водитель один и вообще ситуация на арест будто не походит Марк Семенович сказал старшему сержанту что ему нужна машина но не такая об которой можно перевозить мебель а это тебе чем не хороша спросил Опрыжкин чуть ли не обиженно это ж фактически автобус только что с решетками он оказался человеком словоохотливым и по дороге объяснил что служба у него тяжелая семья большая зарплата маленькая а начальник тюрьмы майор Бугров мужик хороший свободный от перевозок арестанта время разрешает подколымить я с ним знамо дело делюсь а как же хочешь жить давай жить другому правильно папаша возможно ответил Шубкин уклончиво а Прыжкин о чем-то задумался а потом спросил а вообще это отец как думаешь сейчас жить лучше чем при Сталине или хуже конечно будь Шубкин сосмотрительней он мог бы заподозрить что вопрос имеет провокационный характер но Марк Семенович никогда осмотрительным не был и даже лагерь его в этом смысле немногому научил он верил что в каждом человеке есть что-то хорошее и потому бесхитростно отвечал Прыжкину что на его взгляд без Сталина гораздо лучше жить чем с ним я тоже думаю охотно согласился Прыжкин хотя при нем был конечно порядок но другое дело что люди в страхе жили при Сталине допустим стал бы я колымить да не в жизнь мы покинули огла Степановну Репкину тот драматический момент когда она увидев черный ворон приготовилась к самому худшему она ждала что люди поднявшиеся на площадку второго этажа начнут колотить кулаками или прикладом в дверь требовать открыть ее именем Союза Советских Социалистических Республик и не дождавшись ответа начнут выламывать дверь или палить в нее из всех видов оружия но ничего этого не случилось люди потоптались на площадке и стали тихонько спускаться вниз аглая еще немного подождала выглянула одним глазом из-за тюлевой занавески и только теперь поняла с какой низкой целью используется такая машина может быть именно эта картина больше чем двадцатый съезд партии нынешний пленум ЦК КПСС и другие события убедила аглаю в том что сталинская эпоха ушла безвозвратно в прошлое обнаружив что ее никто не собирается арестовывать аглая даже испытала некоторые разочарования готовность героической гибели осталась невостребованной и опять надо жить обыкновенной повседневно скучной жизнью и как только она это подумала и сразу захотелось есть она засунула свой вальтер назад валенок сама сунулась в холодильник а он пустой день был воскресный и продмак не работал аглая решила сходить в чайную позавтракать там успокоиться послушать что говорит народ во дворе разгрузка черного ворона происходила на глазах жильцов дома 1А тех кому делать было нечего а делать нечего было всем поскольку день-то был выходной и недождливый все бабки высадились на лавочку наблюдали и комментировали происходящее а книг-то книг-то сколько удивлялась гречка и кудыш столько да в них пылищи-то и клопы подсказала бабанаде ну клопы-то в книгах не водится усомнилась гречка а чего же им там не водится везде водится а в книгах не водится а в книгах не водится настаивала гречка они водятся в стене в кровати поближе к телу а в книгах то чего им водится и чем питаться буквами что ли она даже засмеялась от такого предположения и главное для чего столько сказала бабанаде сдаваясь показать людям что такой умный что ты все эти книги читаешь так все равно же никто не поверит ну почему же не поверит возразила гречка у меня внук Илюха тоже всегда читает читает и в постели и за столом иной раз так зачитается ничего вокруг не видит и не слышит и то смеется то плачет я ему Илюха ты что если так переживаешь то зачем же тебе эти книжки да пойди лучше с ребятами по двору побегай и мяч погоняй воздухом подыши а он нет все читает читает баба Надя хотела по этому поводу высказать что-то свое она тут внимание бабушек отвлекла выше чего двора глая которая как заметила бабка была со вчерашнего дня не в духе процесс разгрузки черного ворона подходил к концу Антонина и водитель связки книги узлы с пожитками клали на вытащенную до того никелированную кровать с четырьмя шишечками на спинках Шубкин шел аглая навстречу неся перед собой приемник рекорд увидев будущую соседку он кажется смутился а может быть даже испугался и сделал шаг в сторону чтобы не укусила но поздоровался аглая сама себе удивившись тоже буркнула здрасте и пошла дальше провожаемая взглядами сидевших на лапке соседок чайная находилась в одноэтажном деревянном строении с высоким крыльцом и дощатой верандой на веранде сидел бородатый нищий со сворой прижавшейся друг к другу маленьких грязных собак и выставленной перед ними картонкой с текстом мы тоже хотим есть тут же лежала и шапка для подаяний аглая этого нищего встречала во многих частях города никогда ему не подавала и не видела что подавали другие а тут неизвестно с чего расщедрилась и высыпала из кошелька всю мелочь больше рубля в шапку в чайной было полутемно накурено сыро и душно пол покрыт не ковром а толстым слоем древесных опилок должно быть их не меняли со времен первой мировой войны и люди ходили по ним как по рыхлому снегу над столами висели желтые спирали липучек для мух а под потолком вдоль стены отделявшей кухню от зала были растянуты два полотна с изречениями первое его еще не успели снять питание является одним из основных условий существования человека одна из основных проблем человеческой культуры Иосиф Сталин и второе нормальная и полезная еда есть еда с аппетитом еда с испытываемым наслаждением академик Павлов народ в чайной собрался самый разный председатели местных колхозов командировочные инженеры землемеры механизаторы шоферы прокуроры и прочий крупный народ и помельче одни в пиджаках другие в рубашках с короткими рукавами а иные просто в майках пахло кислыми щами сырыми опилками машинным маслом и потом утопая в опилках Аглая продвинулась вперед и щурилась выглядывая сквозь густой табачный дым свободное место выглядела у окна Степана Харитоновича шалейка красного веселого украинской рубахи с подтяжками габардинового галифе в белых начищенных зубным порошком парусиновых сапогах парусиновый пиджак висел на спинке ставшего рядом стула парусиновый портфель лежал на стуле а широкополая соломенная шляпа на портфеле Аглая думала что шалейка отвернется сделает вид что не заметила он наоборот увидел ее издали заулыбался замахал руками приглашая к своему стулю седай сказал он когда оно подошло пиджак перевесил на свой стул портфель поставил к ногам а шляпу не найдя ей другого места надел на голову перед ним была тарелка с размазанными по ней остатками макарон по-флотски алюминиевая вилка пустой стакан и кружка с недопитым пивом напиток которым по случаю выходного ублажал себя шалейка был комбинированный и назывался 150 с прицепом то есть состоял из 150 кубических сантиметров водки и кружки пива сколько прицепов шалейка уже пропустил осталось неизвестным но язык у него при разговоре двигался неуклюже усадил Аглая рядом шалейка хлопнул в ладоши и тут же подкатилась официантка Анюта квадратная толстушка на коротких ногах пользовавшаяся повышенным интересом прижавших мимо водителей большегрузных автомобилей так сказал ей шалейка для дамы сто грамм молдавского коньяку и касаемо еды все шо Аглая Степановна пожелает блюд которое можно было причислить к желаемым и подходящим под определение академика Павлова в чайной было всего два макароны по-флотски и гуляш с тушеной капустой Аглая заказала гуляш а пока коньяк перегубила без закуски шалейка смотрел на нее внимательной добродушным маленькими глазами из-под рыжих ресниц Вчера сказала надхлебывая из кружки на конференции слухал тебя Степан и просто радовался шо есть еще у нас такие как ты коммунисты честные принципиальные мужественные особенно среди женского пола мужики у нас правду сказать похлипче а ты им прямо раз и промеж рог он даже махнул кулаком изображая удар нанесенный Аглая некоему рогатому существу и все давай выпьем за тебя молодец молодец отхлебнул еще а я понимаю что вчера расстроился ой как расстроился как послухал как ты выступал и как там на тебя кричали так расстроился и хотел сразу домой и уехал бы но на выезде бац сцепление полетело как раз только на шоссе выехали мой шофер тык мык я спрошу ты шо он говорит сцепление ну значит вертаем обратно из бокового кармана шалейка достал пачку папирос северной пальмира угостил англаю и сам закурил туда-сюда пошел побираться по автобазам в сельсхоз технику нигде сцепления нет заночевал в доме колхозник в райкомовском гараже обещался но только говорят в понедельник утром а ранее ну никак ну я значит ну что заночевал в доме колхозника лежу один курю папиросы думаю шо ж думаю с нами такое вот происходит шо мы сами все это я ж из казаков и сам лично на фронте в атаку без каски и не боялся а тут на конференции голову у плечи утянул сижу не дышу думаю господи пронеси и так об меня не вызвали у меня же это сцепление полетело и вот я там в гостинице лежу думаю как же это вот еще вы вчера все были за товарища Сталина но у все до единого а сегодня у все до единого против и уже частушку сочинили не слыхала нет не слыхала сейчас расскажу он склонился к ее уху и прочел удивили всю Европу показали простоту тридцать лет лизали в задницу извиняюсь оказалось что не ту гадость отреагировала аглая действительно гадость легко согласился шалейка шофер рассказал он знаешь политически неподкованный чего услышать то ляпает но раз народ такое распространяет это же знаменательно вот я и думаю вчера у все были за то что за а сегодня у все за то что против и руки кверху не коммунисты а попки и не более того так расстроился уехал бы но сцепление полетело но я его туда в этот гараж отдал а сам лежу в гостинице думаю если думаю аглаю репкину тронут я тоже сам добровольно партбилет на стол и все я же шалейка я же из казаков Анюта успел он ухватить пробегавшую мимо официантку за край передника ну шо ты тут мимо 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 не обращаешь внимания на клиентуру принеси-ка еще с прицепом спросила Анюта с прицепом сто пятьдесят аглай Степановне еще сто молдавского у меня вчера сцепление полетело Анюта не дождавшись продолжения отошла попки и более никто продолжал шалейка а ты вот взяла и прямо по мозгам а когда ты ушла поросянину сучья рожа говорит надо немедленно поставить вопрос о дальнейшем пребывании в рядах но не чаев заступился свойский мужик зазря губить никого не будем товарищ Ревкина говорит в целом товарищ хороший а насчет ее недопонимания мы с ней еще поработаем так и сказал поработаем значит еще не все там категорически решено так что ты Степановна не тушуйся и давай за тебя выпьем а я я ведь тут остался сцепление полетел выпили закусили добавили размягчился шалейка расстегнул еще одну пуговицу посмотрел на огла и внимательно она ему и раньше нравилась и теперь увидел он в ней не только партийного товарища да и она под влиянием коньяка и приятных сердцу слов подобрел их шалейк ты Степановна я тебе так скажу женщина в целом можно сказать симпатичная привлекательная имея ввиду относительно внешности я вот еще думаю он глянул вокруг и перешел на шепот ведь мы же с тобой вроде сказать и как бы это так может пригласишь спросил он делая ударение на втором стоге когда спросил аглая да хоть сейчас оживился шалейк аглая заколебалась шалейка ей не очень понравился но никто другой давно за ней не ухаживал хотя было ей только 42 года и все жизненные циклы совершались у нее регулярно как восход и заход луны по ночам еще снились ей сладостные сцены плотской любви нечасто но порой столь осязаемо что казалось вот-вот дойдет до вожделенного момента но до момента не доходило и пробуждалась она с неприятным досадливым чувством сейчас нет сказала аглая не желая доставаться шалейка слишком просто к вечеру не уедешь не передумаешь заходи пока аглая обедала ее сосед Шубкин обустраивался в новой квартире а Прыжкин за дополнительную плату поставил ему книжные стеллажи на которых разместились сочинения Ленина Горького Маяковского Короленко Куприна и входящего в те времена моду Сент-Экзопери стеллажами с библиотекой были заняты все четыре стены за исключением естественно дверного и оконного проема а перед книгами Шубкин расставил портреты своих кумиров в числе которых вошли Ленин Дзержинский Горький Маяковский и особо почитаемый герой его молодости Джузеппе Гарибальди окончив с библиотекой Марк Семенович установил у окна свой так называемый письменный стол поставил на него самодельную настольную лампу приемник рекорд выкинул за окно проволочную антенну ему не терпелось послушать какую-нибудь из западных радиостанций и проверить как они слышны на новом месте но голос Америки в здешних окрестностях почему-то не принимался вообще свободу сильно глушили а Би-Би-Си работала только по вечерам весь день Аглая провела в хозяйственных заботах стирала мыла полы и окна сменила постель допуская при этом что шалейка протрезвеет одумается и не придет но скорее после 7 вечера в дверь постучали она открыла и увидела расплывшегося в улыбке Степана Трофимовича с бутылкой коньяка в одной руке и с бумажным пакетом в другой тебя кто-нибудь видел спросила Аглая не знаю пожал плечом шалейка там кажись две старухи на лавочке сидят а тебе-то шо ты же не замужний а я не о себе сказала Аглая я о тебе я же сейчас вроде опальная да ладно опальная беспечно отозвался гость ставя на стол бутылку и высыпав из пакета два лимона и конфеты мишка на север а мне-то шо шо опальная думаешь я теперь буду тебя стороной обходить я же шалейка казак я в атаку без каски ходил он похлопал себя по лысине чтобы показать как он ходил без каски пули не боялся осколком не кланялся а теперь шо ж не лишь бы жинка не застукала а партийные органы мне как бы тебе сказать вот наплевать как говорится и растереть ну пока же как живешь попросил шалейка он обошел всю квартиру постучал по стенам подергал оконные рамы спустил в унитазе воду и вынес суждение квартира хорошая шо практически без фундамента это плохо а шо с удобствами хорошо и ванная и это зацепку дернешь оно ух а мы в деревне все еще по старинке вода из колодца удобство во дворе мыться у баню а газ у тебя есть? откуда? из коллектора сказала Аглая это шо такое? это у нас в подвале двенадцать баллонов с газом пропан-бутан пропал-болтал засмеялся шалейкой тут же одобрил газ хорошо я в Киеве вроде че жил так у них тоже газ вот такую кастрюлю поставив через пять минут кипит я так думаю может и мы когда доживем до того что в каждом колхозе будет электричество и газ канализация мне говорят ты шо чокнутый а я говорю не чокнутый а имей мечту Ленин о том мечтал и я тоже нет я себя не равняю Ленин это знаешь ого а я это совсем другое у Ленина мечта была может с километра а у меня только полметра а все ж таки мечтать каждый имеет право а вот то что твой дом практически без фундамента это плохо а шо как землетрясение да откуда у нас землетрясение возразила Аглая это где нибудь в Средней Азии или в Италии или в Турции а у нас таких вещей никогда не бывало и то правда сказал шалейка не было а сейчас будет и схвативший Аглая в охапку поволок в спальню ой сейчас будет землетрясение она не упиралась только спросила а как же коньяк не прокиснет заверил шалейк вижу ясно как избалованный современный читатель замер в предвкушении подробностей того что именно случилось в спальне Аглая Степана какие положения принимали герои какие части организма между собой каким образом совмещали какие слова при этом друг другу шептали как именно пришли к завершению но ничего этого автора рассказывать не будет и не столько по причине присущего ему целомудрия это само собой сколько потому что рассказывать особенно нечего герои наши были рабочек крестьянского происхождения и воспитания сексуального обучения не проходили теперешних программ телевидения про это не видели книг индийских китайских или иных обезысках эротики не читывали читали в основном газету правда блокнот агитатора и краткий курс истории ВКПБ слова секс аглая не слышала вообще ашалика слышал но думал что это шесть по немецки так что все обошлось без особых пикантностей хотя надо отметить что пробудил таки настерный Степан Харитонович в аглае какое-то чувство потому что он хоть и не образован но физически крепкий старался сопел грыз ее волосы и говорил ей ты моя киса и вот когда она уже приближалась к той станции до которой ни разу в жизни не доехала и он был на том же пути и оба готовы были обрушиться с горы погрузиться в нервану а где-то совсем близко но не в них самих а вовне заиграла музыка и грудной женский голос просто сказал говорит BBC начинаем передачу из Лондона западные корреспонденты передают из Москвы что по циркулирующим здесь слухам политика десталинизации встречает заметное сопротивление наиболее ортодоксальных членов КПСС в связи с этим в президиуме ЦК КПСС рассматривается вопрос о возможной чистке партийных рядов от тех кто тайно или явно противится новому генеральному курсу разработанному на 20 съезде как заявил один из партийных деятелей партия будет выявлять и наказывать не только тех кто прямо выступает против нового но и против тех кто не дает им должного отпора это же про меня вдруг подумала шалейка и в груди его появилось неприятное чувство это шо спросил он не оставляя своих усилий но чувствуя что трезвеет не обращаю внимания прошептала оглая задыхаясь и стараясь не утратить возраставшего возбуждения это новый сосед Шубкин ты его знаешь Шубкин повторил шалейка разочарованно а если мы его слышим значит и он не знаю меня это не волнует быстро и раздраженно сказал оглая и сказал неправду я как раз очень взволновала что Шубкин может быть слышит это даже наоборот возбудило ее еще больше если б у Шалейка хватило ума или так-то помолчать секунду-другую а меня волнует не прекращая своих действий зажептал ей в ухо Шалейка ты слыхала говорят будет чистка для тех кто противится и не дает отпора а я не противлюсь и твою позицию он задвигался еще интенсивнее целиком и полностью осуждаю ах ты осуждаешь ты осуждаешь возмутилась она пытаясь при этом не остыть и дойти до точки но у него в это время шел обратный процесс и хотя он из вежливости еще елозил по ней дело шло на спад она почувствовав это сама стала скисать не выдержала и столкнула его с себя довольно грубо бормоча невнятные извинения он сполз на пол и стал одеваться она его не попрекала но смотрел злобно накинула шелковый китайский халат с павлинами и ждала нетерпеливо пока он застегнет все свои пуговицы он уже надел шляпу и двинулся к дверям когда она выхватила у него из рук портфель и стала совать в него коньяк и лимоны да ты шо Степановна попытался он ее уризонит она вручила ему портфель и сказала сгинь сопля шалейка такое обращение показалось очень обидным и она тем более была обидна что его в детстве в самом деле звали соплей тяжело вздыхая вышел он на лестничную площадку в надежде что незаметно покинет дом не привлекший ничьего внимания правда там перед домом он вспомнил сидят какие-то старухи они носы свои готовы во все совать но после поте глухотей глупостей авось не поймут кто он и откуда идет но прежде чем снова встретить старуху он уже здесь на лестничной площадке столкнулся с Шубкиным Марк Семенович прослушив очередной передачу BBC решил вынести мусорное ведро и подумать по пути о текущих событиях у него по поводу возможной чистки в Капезес тоже возникли различные идеи я сочинял уже на ходу очередное письмо Хрущеву с требованием не ограничиваться изгнанием высокопоставленных фракционеров но очистить партию от наиболее оголтелых сталинистов засевших в партийных организациях областного и районного уровня Шубкин вышел с ведром на площадку и тут же нос к носу столкнулся Шалейко Шалейко увидев Шубкина решил что тот слышал скрип кровати и слова «ты моя крыса» и захотел посмотреть кто же их произносил не понимая того что творческий человек каков был конечно Марк Семенович Шубкин будучи погружен в свои мысли а он в них был всегда погружен настолько отрешался от всего вокруг происходящего что никаких разговоров никаких посторонних звуков не слышал а если и слышал отдельные охи ахи и слова то лишь как невнятный шум как отдаленный гул морского прибоя но Шулейко не понимая тонкости душевного устройства творческого человека был уверен что этот гад слушал и может быть даже подслушивал и потому таиться перед ним бессмыслен а сказал он изображая неподдельную радость что увидел Шубкина здорово здравствуйте сказал Шубкин рассеянно или как показалось Шулейко уклончиво а я тут понимаешь ну выпил и сцепление полетело я в доме колхозника занычевал хорошо сказал Шубкин отвлеченный ничего не имея ввиду но Шулейко показалось что за словом хорошо содержится недоверие Шубкина к услышанному но я же тебе объясняю сказал Шулейко обижаясь неизвестно на что ну был выпивший признаю со мной это бывает и встретил а я же живу как собака все по командировкам то на партконференции то на совещании передовиков то на сессии то на выставку женка у меня больная по женскому делу она мне сама говорит ты Степа можешь чего хочешь только меня не бросай а я шо ж человек слабый на фронте в атаку без каски ходил пулями жевизком и ухом свистели а им не кланялся я же шалейка я же из казаков но когда вижу симпатичную бабешку тем более да вот он вздохнул и опять приосанился но зато в идеологическом плане не признаю никаких компромиссов тут шалейка твердый как кремень и показал сжатый кулак изображая им очевидно крепость названного минерала но решил попробовать и другой подход слухай а может по коньячку смотри хорошие молдавские четыре звездочки нет ну дело твое а шо там по бебесям то об нас рассказывает шо то обратно клевещет а последнюю фразу он сказал как бы мимоходом и без нажима но с намеком что мол если ты про меня донесешь то и нам есть кое-что куда надо просигнализировать да так ответил Шубкин рассеян ничего особенного ему хотелось поскорее отделаться от шалейка и побыть наедине со своими мыслями поэтому он сделал вид будто что-то забыл и вернулся к себе в комнату оставил мусор невынесенным а шалейка поставив еще на площадке пожал плечами и с неохотой стал спускаться вниз уже темнело на двор по случаю воскресенья и теплого вечера был полон народу дети играли в футбол в прятки фантики и в ножички милиционер Толя Сараев накачивал колесо мотоцикла ковровец шурочка дурочка на примусе варила кошкам какой-то варива старухи в полном составе сидели на лавочке Жора Жуков играл на аккордеоне танго «Утомленное солнце» мать его Валентина танцевала с старинатом Тухватулиным а жена Тухватулина Рая снимала с веревки белье ревниво поглядывая на танцующих Короче говоря когда Шалейко вышел от оглави там перед домом уже собралась такая куча приметливого до чужой жизни народу мимо которого и муравей бы незамеченным не прополз а Шалейко был вовсе не муравей а крупный и заметный со всех сторон мужчина да к тому же в соломенной шляпе и напрасно надеялся что люди во дворе занятые сугубо своими делами на него не обратят внимания они конечно обратили еще когда входил обратили а когда выходил тем более а когда он стараясь не быть опознанным нагнул голову и надвинул шляпу на глаза они обратили внимание и на то что нагнул голову и на то что надвинул на глаза шляпу Шалейко удалился в сторону улицы Розенблюма старухи посмотрели ему вслед и гречка сказала в условно вопросительной интонации это он от кувыки что ли что вышел на что получил ответ знамо от кувыки от кого же еще будучи человеком относительно трезвого ума шляпу не подумал что люди встреченные им при выходе от оглаи выполняли чье-то задание но по житейскому опыту знал что старухи проводящие время на лавочках ввиду незагруженности ума чем-нибудь практически нужным бывает приметливы и памятливы а если кто у них спросит сидели ли они в такой-то вечер на лавочке и не заметили ли проходившего мужчину определенной наружности в соломенной шляпе разумеется скажут как же как же конечно заметили и тут же вспомнит подробно в чем был одет как выглядел когда пришел и во сколько времени вышел из всех развлечений доступных в свободное время партийному человеку с большими возможностями секретарь обкома Николай Иванович Грызлов предпочитал три охоту рыбалку баню в субботу он отправился в охотничье хозяйство осинки и там заночевал вечером попарился две девушки комсомолки его как следует веничком похлистали помыли помылили простыню завернули пивка принесли и другие удовольствия сделали а потом вместе с ними песни попели утром была охота удачная грызлов подстрелил двух уток и одного кабана те же комсомолки обед приготовили замечательный салат столичный салат и свежих овощей солянку сборную с грибами и маслинами утку по-пекински кисель клюквенный и водочка была в графине из холодильника ох ах ух сказал грызлов глядя на это изобилие но сказал мысленно потому что партийный руководящий товарищ не может иметь человеческих эмоций а если еще имеет то постережется выражать их приподчиненных даже в бане когда девушки грызлова делали ему всякие приятности он и там принимал их усилия с каменным лицом и с таким видом как если бы был полностью одет и сидел в президиуме обслуживая его девушки никогда не могли понять прибегает ли он к их услугам для удовольствия или считает что так полагается закрыт был товарищ гвоздями заколоченный как гроб но когда ремку первую выпил не удержался и крякнул и только погрузил вилку в салат столичный как вдруг во дворе затарахтело прикатил на мотоцикле нарочный с протоколами и резолюциями прошедших по области районных конференций расписался Николай Иванович в получении и прихлебывая солянку стал листать доставленные бумаги лениво листал заглядывая в конец заранее зная что там будет коммунисты района с большим воодушевлением приняли весть а пленами центрального комитета КПСС заклеймили жалкую антипартийную группу составит товарищей и примкнувших к ним в конце стояло везде принято единогласно и после резолюции пришедшие из долгого тоже стояло что принято единогласно но немножко в другой редакции принято единогласно при одном воздержавшемся в лице товарищ Ревкиной прощая эту фразу Грызлов так открыл рот что солянка вытекла обратно в тарелку а аппетит пропал не дотронувшись до лодки по пекински Грызлов пошел к директору хозяйства и из его кабинета позвонил домой Нечаеву Нечаев как раз тоже сел обедать и уже заложил за ворот салфетку и тут как раз жена позвала его к телефону прошептавший в страхе Грызлов Нечаев взял трубку и понимая что в воскресенье Грызлов без дела звонить не будет сказал официально Нечаев у телефона ожидая что в ответ с ним поздоровается спросит как дела но Грызлов ничего не спросил сказал сразу оказывается у тебя в районе есть своя позиция разумеется имея ввиду Аглаю Ревкину а когда Нечаев стал говорить о заслугах Аглая и о том что с ней надо поработать Грызлов резко заметил у нас милый друг с оппозицией не работает у нас ее уничтожают и не дожидаясь ответной реакции положил трубку вот тут то все и началось Нечаев послал жену за Поросянниковым который был вскоре найден в парикмахерской Поросянинов думая что его пригласили к обеду явился без промедления с бутылкой водки посольская и запасом свежих анекдотов чтобы посмешить начальство у порога тщательно вытирая ботинки он сказал вчера я слышал анекдот про козу и сороку летит значит сорока ноги можешь не вытирать и сразу топай обратно перебил Сурова Нечаев завтра будем исключать Ревкину поручаю тебе собрать бюро и чтобы был полный корм а что случилось удивился поросянинов полный кворум повторил Нечаев да какой кворум как я до завтра его соберу спросил Петр Климович звони по телефону работай ногами в общем делай что хочешь но кворум чтоб был сказал Нечаев и отвернулся покинув оглавен двор Степан Харитонович направился сразу к себе в дом колхозника который находился по ту сторону железной дороги подпрыгивающей походкой Шалейко шел в сторону вокзала испытывая ощущение что за ним кто-то сзади крадется скрываясь за деревьями или следит из-за неосвещенных окон Шалейко шел быстро а вечер надвигался еще быстрее как будто сама темнота кралась за Шалейко на мягких лапах и посепенно стали зажигаться огни в окнах и на столбах вдоль дороги вернее не на всех столбах а только на одном при подходе к вокзалу на остальных столбах лампочки отчасти перегорели отчасти были побиты в прошлом году сильным градом отчасти расстреляны местными мальчишками из-за рогаток и с тех пор то ли лампочек не было то ли некому было их вкрутить на улице ночами жила в полном мраке зато сам вокзал через который лежал путь Степана Харитоновича со всех сторон светился электрическим раем вокзал в городе Долгове как и во многих ему подобных играл особую культурную роль не имея лучшего места для вечерних прогулок местная публика стекалась сюда по субботам и воскресеньям к прибытию дальних поездов этих поездов было четыре и все четыре московские два один из Москвы другой в Москву проходили днем и два других тех же направлений останавливались здесь вечером с промежутком около получаса стояли каждый по четыре минуты и эти минуты до прибытия первого поезда после отбытия второго промежутки между ними особенно во время стоянки того и другого воспринимались долговчанами как волнующие события и в самом деле это было красиво и впечатляюще гладкий перрон из хорошо укатанной кирпичной крошки очень отличался от городских улиц темных и кривых и в лучшем случае крытых булыжников двухэтажное здание вокзала было построено в начале века из серого шершавого камня в нем было все что полагается зал ожидания билетные кассы два буфета и ресторан на фронтоне по обе стороны от круглых часов и светящейся вывески с названием станции располагались портреты коммунистических основоположников Маркса Энгельса Ленина Сталина между прочим в том самом 1957 году в Москве должен был состояться всемирный фестиваль молодежи к великому этому событию готовился и долгов поэтому долговский вокзал в ожидании проезжающих на фестиваль зарубежных гостей был почищен и приведен в порядок а у главного входа вокзал было вывешено на понятном иностранцем языке объявление туалет находится за углом а у клумбы перед вокзалом для той же категории пассажиров на специальной фанерке было написано цветы не рвать по траве не ходить иностранцы в долгове пока что встречались редко но и без них вечерами на здешнем перроне бывали люди и было весело первыми задолго до прихода очередного состава появлялись девушки они ходили по две по три источая запах крепких духов местного производства тут же возникали здешние парни в вельветовых куртках бобочках и в широких расклешенных брюках супружеские пары нарядившись в самые лучшие неторопливо двигались вдоль перрона приветствуют друг друга почтительным наклонением голов и приподнятием шапок кепок и шляп ухода в вокзал продавались бублики с маком газированная вода с сиропом хрюшон и сливочное мороженое в вафельных стаканчиках а иногда даже и надувные шарики для детей так все гуляли туда-сюда в терпеливом ожидании приходящего по расписанию краткого праздника девушки шуршали крепдышином молодые люди волочась за ними мили платформу своими клешами пытали завязать разговор девушка а девушка из вас что-то выпало и пар идет девушка либо гордо не отвечала либо отвечала дурак и тем самым давала повод для дальнейшего общения поезд появлялся издалека из темноты сначала слышался далекий но сильный крик паровоза потом из-за дальнего поворота выскакивали и начинали быстро приближаться три светящихся глаза три фары свет которых тонкими струйками бежал по рельсам затем становился больше и ослепительней и вот на станцию в клубах пара вырывался пыхтя и свистя двигая блестящими рычагами и кривошипами Иосиф Сталин гордость советского паровозустроения с пятиконечной звездой на могучей груди он втаскивал за собой длинную пропавшую копотью вереницу вагонов двери которых одновременно распахивались свету становилось еще больше пассажиры в пижамах и тапочках спрыгивали со ступенек и одни щаниками торопились за кипятком другие за бубликами и мороженым остальные смешивались с местным народом на перроне возникало оживление атмосфера временной многолюдности даже как бы столичности слышалась чистая московская речь смотри какой прелестный городок а почем ваши огурчики и возникало ощущение что это не жалкий перрон захолустной желтдор станции а что-нибудь вроде парка имени Горького или улицы Горького или даже Бродвэя как раз в такой момент попал на перрон Степан Шалейко здесь встретил он много разных знакомых поговорил с ними о сломанном сцеплении погоде и видах на урожай и обеспечив себе полное алиби уже собирался покинуть перрон как вдруг столкнулся нос к носу с Петром Климовичем Поросяниновым Тот Горького обещали починить но чем дальше объяснял тем больше ему самому казалось его объяснение чистым враньем хотя говорил он чистую правду Поросянин ведь точно ему не поверил решил что тот просто запил однако придираться не стал не до того было вот что друг ситный сказал он дружелюбно придется еще задержаться и завтра утром не вздумай уехать а в чем дело поинтересовался Шалейк скоро узнаешь пообещал Поросянник ты к Аглае Ревкиной как относишься не зная подоплеки вопроса Шалейка перепугался еще больше неужто уже донесли подумал он и стал быстро соображать а что именно могли донести если что в чайной вместе сидели то мало ли чего все таки она еще коммунист еще не исключенная конечно ведет себя неправильно но ведь не конченый человек Нечаев сказал будем с ней работать и можно считать что он с ней работал убеждал ее как коммунист и старший товарищ отказаться от заблуждений призывал оценить свое поведение не идти поперек партии не смотреть в прошлое смотреть только вперед ему даже стало казаться что он и впрямь общался с Аглай ради воспитательной цели ну а что было дальше кто про это знает Шубкин скажет про это не скажет у самого рыла в пуху BBC слушает а эти старухи ну что они знают только что зашел да вышел ты что дошел до него откуда-то очень издалека голос поросяниного ты меня понял я тебя спрашиваю ты крепкина и как относишься а почему спрашиваешь поинтересовался Шалейко надеясь по ответу определить степень осведомленности да потому что завтра ты должен как штык явиться на неочередное бюро райкома будем проводить персональное дело персональное ахнул Шалейко да за что же за вражескую вылазку объяснил поросянину а что же ты думаешь мы такие вещи будем прощать разумеется Степан Харитонович понял так что под вражеской вылазкой имеется ввиду его собственная вражеская вылазка или может быть точнее залазка в постель враги не народа да какая там вылазка да ты шо нервно заговорил Шалейко какая вылазка шо я такого сделал ну зашел в чайную ну выпил женщину угостил проводил до дома это же разве вылазка я же ей не сказал что я с ней согласны хотя бы у чем слушай сказал поросянинов меня не колышет кого ты чем угощал хотя ты коммунист и не должен с чужими бабами тем более на людях но я тебе не о бабах а о коммунисте Аглае Ревкиной завтра будем выводить ее из партии Аглаю переспросил Шалейко Ревкину Аглаю подтвердил поросянину Ревкину ага ну да да закивал охотно Шалейко чувствуя облегчение и делая вид что он так и думал и чтобы совсем снять с себя малейшее подозрение быстро сообщил поросянину что он и сам глубоко возмущен антипартийным поведением упомянутой выше особой но при этом пожелал сказать о ней что-нибудь положительное просто не понимаю посетовал он почти искренне все ж таки она же была наш товарищ честная принципиальная в коллективизации участвовал в войну партизанским отрядом командовал воевала говорят очень храбро а теперь резко прервал поросянинов со своим же народом воюет и с партией в общем завтра решительно выступишь и осудишь понятно понятно кисло согласился шалейк не слышу уверенности в голосе отметил поросянинов говори прямо выступишь или нет в это время раздался свисток дежурного по перрону паровоз окликнулся радостным нетерпеливым гудком он здесь уже застоялся клокотавший в нем пар распирал его грудь звал дальше во тьму и в дорогу паровоз рявкнул так что могли полопаться барабанные перепонки и трогаясь место выпустил густое облако в котором поросянинов временно потонул у шалейка мелькнула в голове сумасшедшая мысль а что если вот сейчас немедленно скрыться он даже осознать эту мысль не успел как поросянинов вновь перед ним воплотился и повторил свой вопрос так ты выступишь или нет ну завертелся шалейка если надо то как же я же этот же ну комнист так что само собой сделал паузу если только не заболею в горле понимаешь садни там гостиница такой сквозняк ну прямо вот это боюсь что ангина понимаешь или шо-то такое он потрогал кадык и покашлял как певец перед сценой надо бы горячего молока с медом попить банки поставить отлежаться понятно прервал его поросянинов хочешь сбежать я сбежать да ты шо сполошился сполошился шалейка да я же на фронте в атаку без каски ходил у меня пули промежда виском и ухом свистели несколько раз комрота говорил ты шо шалейка хочешь без головы остаться или значит выступишь уточнил поросянинов ну а как же вздохнул шалейка если надо так шо ж я же шалейка я же из казаков я могу в чем-то и слабость проявить как человек но когда дело касается идеологии тут коммунист шалейка непоколюбим как это как это ну как Брестская крепость вот и хорошо но Брестская крепость оборонялась а мы будем брать Рейхстаг завтра а пока иди к себе в номер и не молоко с медом не банки а стакан водки с перцем и все пройдет то лето было тяжелым в Долгове в результате надолго застрявшего на данной местности антициклона жара стояла большая и бесконечная днем в тени температура поднималась до 34 градусов а ночью не опускалась ниже 25 от жары сохли на корню злаки мелели местные речки самовзгорались торфяники и в городе постоянным атрибутом погоды отмечаемым даже в метеосводках стала непроходящая дымная мгла такое состояние погоды трудно переносили люди сердечно-сосудистыми проблемами некоторые вовсе не переносили и гибли а вскоре падеж скота и народа резко усилился за счет появления в местных измелевших водах неопознанной бактериологами то ли чумной то ли холерной палочки но Степан Харитонович Шалейко был здоров как бык никакая холера его не брала сосуды имел крепкие сердце рвотово ритмично а насчет того что соднило в горле то это он как мы помним просто придумал понимая что увильнуть это выступление на бюро не удастся пил он до трех ночи потом спал и ничто его по отдельности не могло одолеть ни водка ни жара ни клопы но все но все вместе даже на него подействовало и на заседании явился он бедный бледный и мятый явился позже других с надеждой притаиться где-то за спинами но Поросянинов уже положивший локти на стол президиума глазами показал ему на место во втором ряду за прокурором строгим человеком некрупным во всех трех измерениях за которым не спрячешься пробираясь к этому месту между стульями и коленями Шалейко заметил что Аглая Ревкина сидит прямо за ним одетая по фронтовому в сапогах в темной шерстяной юбке и гимнастерке перепоясанной командирским ремнем с двумя орденами четырьмя медалями и еще какими-то знаками не знаю как ответить на ее немой вопрос он кивнул ей полузаметно как бы одним подбородком и сел шебелял лопатками под ее физически ощущаемым взглядом заседание начали без проволочек дело докладывал Поросянинов даже читая по бумаге путался в падежах и предлогах как иностранец взявшийся изучать русский язык в пожилом возрасте Шалейко слушал его но не слышал воспринимал лишь отрывки отдельных фраз товарищи Ревкина коммунист с большим стажем и большими заслугами в последнее время проявляет признаки недопонимания обнаружила тенденцию в сторону зазнайства и высокомерия в то время как партия со всем советским народом нацелилась на новое товарищи Ревкина цепляется за старое учитывая прошлые заслуги к товарищу Ревкиной отнеслись гуманно с товарищем Ревкиной многократно и терпеливо беседовали товарищу Ревкиной объясняли суть политики партии и правительства на данном этапе но товарища Ревкина к мнению товарища не прислушалась упорствует в своих заблуждениях поддержала антипартийную группировку и тем самым сама ставить себя вне рядов партии Аглая на этот раз к событию подготовилась вышла заложив большие пальцы за ремень расправила гимнастерку и встряхнулась так что ордена на груди зазвенели вы сказала она обращаясь к залу подумали что вы делаете если вы товарища Сталина не любите то почему вы ему этого при его жизни не говорили сказали бы ему в то время извините товарищ Сталин но мы вас не любим и Молотова не любим и Кагановича вы бы тогда так сказали я бы сейчас вашу позицию уважала но вы тогда говорили что вы товарища Сталина очень любите и готовы за него в огонь и в воду в зале стояла робкая тишина Аглая почувствовала что владевает аудиторией и возвысила голос Сталин и его соратники революцию совершили а вы без революции но кем бы вы были ни кем бы вы не были вас всех Сталин из грязи в князи первым опомнился нечая и постучал крышкой графина в графин встрепенулся поросянинов товарищ Ревкина нам курс политграмоты не нужен ты говори о себе я о себе и говорю отбил атаку Аглая я как и вы все выросла с именем Сталина под его руководством мы провели коллективизацию индустриализацию снова застучал в графин Нечаев снова зашепелявил поросянина товарищ Ревкина нам историю партии рассказывать не надо мы ее знаем а если знаете то я бы вам посоветовал вспомнить как Сталин боролся с оппозицией и оппортунистами по существу с такими как вы товарищ Ревкина повысил голос Нечаев не нравится повернулась к нему с насмешкой Аглай а я думаю вы бы товарищу Сталину не понравилось он таких как вы не любил товарищ Сталин любил честных принципиальных коммунистов но когда речь заходила о предателях все все закричал Нечаев я вас лишаю слова покиньте трибуну немедленно покиньте трибуну нет сопротивлялась она я еще не все сказала я уверена что вы все которые здесь сидите согласны с тем что я говорю у вас же тоже есть убеждение она была права наполовину у этих людей были убеждения но сводились они к тому что ни в коем случае никогда не надо перечить начальству а речь о Глайе им не понравилась потому что слышались в ней противопоставления и упрек я хорошая принципиальная смелая а вы трусы подхалимы марионетки не желая признать себя жалкими ничтожествами заседавшие негодовали стучали ногами выкрикивая отдельные слова вроде позор долой хватит нахальство покайся кричала с места муравьевого директор мясокомбината Ботвиньев снова выскочил вперед с криком дурную траву с поля вон и стал дергать руками как будто дергал траву автор этих строк пришлось однажды наблюдать драму из жизни кур одна несчастная хохлатка попала случайно в воду как ни странно не утонула но так намокла что все перья до единого у нее вылезли другие куры встретив ее в столь мизерабельном виде набросились на несчастные словно прирожденные хищники оказалось в этих ничтожных тварях тоже бушуют большие страсти и живет готовный заклевать более слабого так же как и у нас на обнаженные свою сестру они кидались с клекотом подобным орлиному клевали и заклевали бы до смерти если бы не вмешательство хозяина курицу отделили от остальных а через некоторое время обросши перьями она вновь была принята в куриное семейство как равная члены бюро долго кричали визжали свистели исходили пеной и колотились в коллективном припадке как на собрании секты трясунов секретарь нечаивно прасно вскакивал с места стучал в графин кричал товарищи товарищи но товарищи его не слышали и не слушали хорошо понимаешь что такое непослушание будет им поставлено в плюс будет где-то отмечено как идейно оправданное психопатство когда же они все-таки успокоились стали выступать отдельные ораторы главный зоотехник Оберточкин директор железобетонного комбината сырцов заведующий бани Колганов и опять Муравьева все клеймили Ревкину говорили что она заблуждается упорствует в своих заблуждениях проявляет признаки самоуспокойности зазнайства высокомерия льет воду на мельницу врагов и сама может быть враг раскол в советском обществе это как раз то на что всегда рассчитывали наши противники Ревкина и сейчас по крайней мере мысленно рукоплещут международные империалисты Пентагон глядя на нее уточняет свои агрессивные планы АЦРУ внесло ее в списки своих добровольных агентов и положило на ее счет 30 сребреников есть опасения что современный читатель воспримет описанное как неуместный гротеск и рассуждая логически подумает не может же быть чтобы десятки людей собравшись вместе такое говорили что хотите то и думайте но тогдашние люди именно этими занимались собравшись десятками и сотнями в закрытых помещениях и многими тысячами под открытым небом на площадях и неужели ни один не находился среди них нормальный который сказал да что же это вы сограждане такое плетете вам вам всем надо в сумасшедший дом и немедленно иногда находились такие но они как раз были сумасшедшие потому что нормальный человек понимает что противиться повальному безумию опасно и бесполезно а принимать в нем участие благоразумно надо заметить еще и то что люди ведь все актеры и многие легко вживаются в прописанную для них роль из страха или в надежде на достойное вознаграждение нынешний просвещенный читатель думает что придурков подобных описанных нами теперь уже нет автор к сожалению с этим согласиться не может общее количество подлостей и глупостей в человечестве не увеличивается и не уменьшается но к счастью не всегда бывает полностью востребована временем заседание бюро райкома КПСС подходило к концу все разумеется сошлись на том что Репкину надо исключить из партии изолировать от общества а кто-то даже додумался на местном уровне задолго до истории с Борисом Пастернаком предложить что если мол Репкин наш советский строй в его обновленном виде не по душе допустим она убирается к своим заокеанским хозяевам предложение по сути нелепое потому что заокеанским хозяевам идеи Репкиной тоже вряд ли были бы по душе Шалейко «А что что же коммунист шалейко у нас ничего не хочет сказать?» Шалейко вскочил как ошпаренный пока он наступая кому-то на ноги выбирался из ряда Аглая смотрел на него предполагая что он как-нибудь попытается ее защитить откуда возникла в ней эта несбыточная надежда почему она надеялась найти в ком-то достоинство которым сама не обладала разве она участвуя в прошлом в десятках подобных расправ сама когда-нибудь защитила при том что была храбрая женщина партизанка могла спасая товарища кинуться в бурный поток в пожар под огонь пулемета в жизни своей рискнуть где угодно но только не на закрытом партийном собрании Шалейко шел к трибуне медленно надеясь быть может что случится землетрясение или американцы кинут на долгов водородную бомбу и необходимости в выступлении отпадет но ни того ни другого не случилось он благополучно достиг трибуны помедлю пришел в себя и сказал ну вот шо я тут мыслями растекаться особо не буду а скажу так шо наша партия во главе с верным ленинцем Никитой Сергеевичем Хрущевым как бы это сказать по-простому гигантскую титаническую борьбу за утверждение собственно говоря ленинских норм и мы никому не дадим гадить на нашем огороде высказав такое суждение он покинул трибуну и пошел не на свое место а к выходу из зала но был остановлен товарищ шалейк окрикнул его Нечаев шо шалейк остановился и смотрел Нечаеву недоуменно главное вроде высказал чего же еще вы как-то слишком уж кратко и неохотно сказал Нечаев я неохотно переспросил удрученный шалейк ну да неохотно и кратко как будто решили отделаться может быть аргументируете свою мысль ну шо шо шалейк вернулся к трибуне если вам нужны аргументы сказал он с ударением нау то у меня лично их нету и не нужны аргументы дает нам сама Глая Степановна которая ушла от нас далеко и своим поведением говорит нам шана великая цаца а мы колхозные валенки и ничего не понимаем это во время когда наша партия проводит грандиозный всемирный исторический курс на преодоление шо вызывает естественный переполох и растерянность устания наших врагов в оглае Степановны нет я конечно не скажу были в прошлом определенные как бы сказать но это же не индульгенция и не это он подумал и обратился прямо к оглае чувствуя что терять уже нечем вот я на вас смотрю оглае Степановна ну шо ж вы тут сидите такая горда и упертая как будто вы прямо царица какая-то или кто ну шо с вами случилось может вы попали под влияние я знаю некоторые бывает послухают какую-нибудь извиняюсь за выражение BBC ухи распустят и начинают понимаете это а вы не слухайте эти вот голоса а смотрите своими глазами приезжайте хотя бы в наш колхоз и я лично вам покажу как живут наши рядовые можно сказать хлеборобы у каждого ну буквально у каждого у хлеба корова теля а у иных даже и нетель у колхозников наших четыре мотоцикла и один москвич для клуба новую радиолу купили и имеем мечту что в будущем ну может быть не для нас а для наших внуков провести водопровод и туалет такой что когда зацепку дергаешь вода вниз текет вот куда мы своими мечтами нацелены а вы Аглая Степановна вы же старая женщина посмотрите на себя думайтесь остановитесь а не остановитесь то мы вас понимаете затопчем сметем с дороги и это шалейка сошел с трибуны под аплодисменты которые потом в газете были названы бурными бурными они были на самом деле или не очень это не так уж важно важно то что решение исключить товарища Репкина из рядов КПСС было принято единогласно как и следовало ожидать Аглая сидела прямо и лицо ее не выражало ни малейших признаков какого бы то ни было чувства а мысли ее вообще были где-то не здесь и она не сразу поняла заданный ей вопрос что переспросила она я спрашиваю повторил Нечаев у вас партийный билет с собой у меня партийный билет и партийная совесть всегда с собой четко сказала Аглая насчет совести сказал Нечаев это вам в церковь надо а билет попрошу сдать здесь а вот этого ты не видал спросила Аглая и скрутила фигу что членам бюро очень не понравилось они потом расходясь долго еще обсуждали что мол это за жесты фиг как некультурно Ревкина угрожающе зарычал Поросянинов где ты находишься товарищ Ревкина сказал Нечаев вежливо вы должны сдать билет а я у вас его не получала сдай по-хорошему сказал Поросянинов не то отберем силой отбери предложила Аглая и переместила билет из кармана за пазуху члены президиума переглянулись между собой и Нечаев согласился на компромисс ладно сказал он все устали вопрос о передаче билета мы пока отложим но вам он Аглая Степанов в ближайшее время не понадобится до тех пор пока вы не обдумаете свое поведение не сделаете надлежащих выводов а если сделаете придете покаетесь тогда может быть мы вам дадим возможность вернуться в партию с очень суровым изысканием Аглая с исключением не согласилась но и жаловаться не стала решила что теперь она сама себе коммунист партия на другой день после исключения она завела специальную сберкнижку на которую стала класть ежемесячно партийные членские взносы сама вносила эти деньги на счет и сама отмечала в партбилете что взносы за такой-то месяц уплачены только теперь Аглая могла оценить каким хорошим соседом был покойный Телушкин никогда никакого шума а этот Шубкин чудовище за стеной то орет радио то стучит пишущая машинка то начинает скрипеть кровать а бывает так что и радио орет и машинка стучит и кровать скрипит и еще что-то не то пыхтит не то визжит не то хлюпает Аглая пыталась и не могла себе представить как столь разнородные действия возможная причина всех этих звуков могут совершаться одновременно обычно в таких случаях люди выражают свою неудовольствие стуком в стену Аглая в стену не стучала показывая Шубкину что вообще не замечает его присутствие сталкиваясь с ним случайно во дворе или на лестнице она проходила мимо него как мимо пустого места это не она донесла в местные органы что Шубкин слушает иностранное радио но она была ближайшей соседкой и подозрение пало на нее из органов которые народ называл просто органы письмо переправили партийные органы то есть в райком после чего Шубкина вызвал к себе поросянинов Шубкин думал что это по поводу стихов Бунина которые он читал на вечере районной самодеятельности в доме учитель но беспокойство оказалось напрасным поросянинов за Бунина Шубкина не ругал потому что не знал кто такой Бунин он усадил Шубкина в мягкое кресло предложил чаю с сушками и лимоном проспрашивал о делах в детском доме о личных проблемах а потом помявшись приступил к главному перейдя при этом на ты тот понимаешь сигнал поступил что вечерами слушаешь враждебное радио от кого сигнал спросил Шубкин не знаю от кого анонимный у нас поросянин улыбнулся люди любят писать некоторым легче настучать чем постучать в стенку Шубкин намек понял и стал уверять Поросянинова что слушает радио исключительно с целью контрпропаганды он активный общественный деятель пропагандист коммунистической идеологии для эффективной борьбы буржуазной идеологии ему надо знать аргументы противника это правильно согласился с ним Поросянин но я думаю что аргументы противника будут тебе так же понятно если ты свой приемник переставишь к другой стенке и немного звук убавишь Шубкин совету внял и переставил стол вместе с приемником и машинкой подальше от Аглай ближе к Шурочке дурочке тем более что та была глуховатой ненужных ей звуков не слышал но иногда все-таки когда что-то случалось экстраординарно Шубкин чтобы просветить и Аглай уставил приемник к ее стенке и она как ни странно не возражала ибо тоже стала ощущать потребность в информации не только из газеты правда хотя общие события развивались в приятном Шубкину направлении отдельной частности настораживали Шубкина о чем он с тревогой сообщал в ЦК КПСС написав очередное письмо руководителям партии он для начала читал его Антонине проверяя как оно воспринимается простым народом станет бывало в позу поближе к окну в левой руке письмо право выкинуто вперед и начинает дорогой и многоуважаемый Никита Сергеевич известно ли вам вот так он почти всегда начинал известно ли вам такое вступление звучало как вызов что значит известно ли вам сама должность занимаемая Хрущевым предполагала что ему известно все начало конечно грубое если бы он дальше писал как-то помягче но дальше еще хуже известно ли вам что руководимая вами партия находится в процессе перерождения когда он читал Антонина переставала вязать и хмурилась он спрашивал удивленно тебе не нравится не возражала она поспешно не нравится удивлялся он еще больше не уточняла она делая паузу нравится только зачем же так напрягать голубку ведь они же вас за это Марк Семенович что думаешь снова посадят могут кивала Антонина ой они могут но уж нет отвергал такую возможность Марк Семенович решение двадцатого съезда теперь уже отменить нельзя но именно для того чтобы этого не случилось мы рядовые коммунисты не должны молчать не имеем права молчать а вы думаете мы доживем до коммунизма спрашивала Антонина поджимая под себя ноги ох Антонина всплескивал Шубкин руками что значит думаю я или не думаю я точно знаю что коммунизм наступит рано или поздно но обязательно ты должна понять что марксизм это не религия которая состоит из каких-то небылиц а наука предвидение основанное на точном анализе я до коммунизма вряд ли доживу а ты молодая да еще доживешь ты знаешь что такое коммунизм коммунизм это и ходя по комнате Марк Семенович начинал рассказывать тонкие сны Веры Павловны и так красочно словно они ему самому только вчера приснились она слушала завороженно с мягкой улыбкой а выслушав сообщала а у нас в буфете вчерась ночью кто-то прямо на столе обратно кучу наклал а как получилось кто когда там и дежурные и милиции никто не видел ну прям партизаны какие-то говорят умственные способности человека зависят от веса его мозга а большой мозг может поместиться только в большой голове большая голова была у Тургенева и соответственно мозг весом две буханки хлеба еще больше была голова у Ленина большей головы чем у Ленина и большего мозга естественно не было ни у кого в мире и сомневаться в этом при советской власти было опасно можно было своей головы какая не есть лишиться но поскольку советская власть свое существование завершила я могу поделиться своим предположением сделанным правду сказать на глазок что у Марка Семеновича Шубкина голова была может быть даже больше Ленинской хотя как судить Ленина я видел издалека и в гробу а Шубкина вблизи и живьем мозг Марка Семеновича насколько мне известно никто не взвешивал даже потом когда появилась такая возможность но очевидно он был тоже не маленький и потрясающей разрешительной силой это уж я знаю точно благодаря чему Шубкин книги например читал не как мы строчку за строчкой а целыми страницами как бы сразу убирая их в себя целиком посмотрел на страницу прочел посмотрел прочел я сначала думал что он ну как бы сказать только скользит глазами от первой строчки к последней но он даже надо мной посмеялся то что вы имеете ввиду сказал он это партитурное чтение таким способом даже и вы могли овладеть если бы постарались а мое чтение фотографическое я смотрю на страницу и она вся сверху донизу входит в меня одномоментно глянул на страницу и всю целиком прочел и запомнил хотите проверим конечно я проверял брал с полки любую книгу открывал на любой странице давал Шубкину только взглянуть и он тут же воспроизводил весь текст с закрытыми глазами вот какой необыкновенный талант языки как сказано выше Шубкин знал практически все большинство из них выучив лагеря в долгове иностранцы встречались не часто но в период ослабления напряженности бывало наезжали знакомиться с успехами нашего сельского хозяйства тогда начальство сразу призвало Шубкина и он этим иностранцам объяснял преимущество колхозной системы кричем на любом языке начиная с английского и кончая каким-нибудь малоизвестным наречием финно-угорской группы многие люди потрясенные обширностью его знаний и памятью полагали что это признак огромного ума и в его присутствии предпочитались скромно помалкивать а те которые решали с ним спорить всегда проигрывали и я тоже проигрывал потому что он меня давил своей эрудицией побивал цитатами из классиков марксизма ленинизма над моими сомнениями по поводу научного и практического коммунизма он просто смеялся считая что они от невежества вы голубчик иронизируя надо мной он всегда меня называл голубчиком сначала почитайте маркса энгельса ленина потрудитесь вникнуть в суть их размышлений а потом будете спорить разве можно судить об идеях выношенных лучшими умами человечества не ознакомившись с самими этими идеями я с ними ознакомился иногда осмеливался я на спор я с этими идеями на собственной шкуре ознакомился и очень подробно вы ознакомились с их искажениями возражал Шубкин а я вас призываю ознакомиться с самими идеями возьмите и почитайте для начала капитал антидюринг и хотя бы половину полного собрания сочинений Ленина домов пятьдесят я пробовал внять этим советом брал в библиотеке указанные сочинения но от чтения их меня каждый раз клонило в сон и появлялся неприятный шум в голове так что я перестал читать эти книги и с Шубкиным старался больше не спорить потому что ну куда же мне с моими-то знаниями но как-то я посетил адмирала в его сторожке на лесоскладе сторожка была сколочена из струганых брусьев и обшита свежими еще не забывшими свой запах сосновыми досками адмирал уже и сторожка ухитрился превратить в каюту на стенах наколоты булавками географические карты на столе модель парусника 17 века на табуретке утопчана старая лоция портово-азовского моря сам топчан был похож на койку в каюте и на ложе бомжа адмирал полу лежал на каком-то трепье укрытый старым серым пледом с кистями и пил чай крепко заваренный прямо в алюминиевой кружке а для меня он нашел в своем хозяйстве граненый стакан с подстаканником я тоже сыпал туда чай а потом заливал кипятком дело было зимой на дворе трескучий мороз а здесь в круглой железной печке с открытой дверцей весело пылают березовые чурки жарко адмирал потеет а из сосновых досок на стенах выступает смола мы пили чай с тульскими пряниками и я рассказывал адмиралу о своих разговорах с Шубкиным честно рассказал что спорю с ним иногда чувствую свою правоту но не могу доказать потому что он давит меня своим авторитетом и тем что старше и тем что долго сидел и тем что все знает я мысли какую-то выскажу а он мне на это цитату из Ленина из Маркса или даже из Гегеля или Декарта скажите спросил меня адмирал разламывая пряник а вам не кажется что этот ваш Шубкин круглый дурак как же растерялся я как же я могу считать его дураком когда он такой образованный а вы полагаете образование и ум это одно и то же ну я задумался конечно если человек образованный у него в голове много знаний он обдумывая что-то может оперировать большим количеством данных вот перебил меня радостно адмирал может оперировать а если не может вы говорите цитаты а он вам хоть одну свою собственную лично им выношенную мысль хоть раз высказал а зачем спросил я если у него в голове столько чужих хороших мыслей зачем же ему свои выдумывать а вы я вижу тоже как бы сказать вы хотите сказать что я тоже дурак поспешил я обидеться да нет сказал адмирал я человек вежливый и так резко в данном случае говорить бы не стал но вы сами подумайте человечеством уже высказано так много умнейших мыслей и что же нам больше ничего не нужно но для чего то мы с вами сейчас мыслим они перестреливаемся цитатами хотя поверьте в моей голове их тоже очень много и есть очень яркие некоторыми из них я могу подкрепить свою мысль но заменить оригинальную мысль цитатами невозможно почему спросил я потому что каждая мысль чего-то стоит только тогда когда рождена в голове конкретного человека в конкретных обстоятельствах на основе собственного опыта и в результате собственного размышления можете он снисходительно усмехнулся записать это себе как цитату а потом в споре с Шубкиным употребите а пока подбросьте в печку дровишек я кочергой поправил почти прогоревшие головешки добавил свежих чурок сбегал с чайником квадрозборной колонки пока нацеживал воду продрог вернулся и говорю адмиралу в защиту Шубкина как же вот вы говорите дурак а у него такая огромная голова она же чем-то наполнена глупостью и наполнена безжалостно сказал адмирал я я вам вот что скажу вы наверное часто бываете в деревне если вы заметили в каждой деревне есть один дурачок и один мудрец какой-нибудь простой мужик у него голова с кулачком и мозг вероятно тоже не очень крупный но мысли то на основе собственных знаний жизни личного опыта просто ясно и здраво а вообще я вам советую примерно вот что усвоить человеческий мозг отличается не только размерами но и способами освоения входящего материала мозг может быть не грубо говоря складом мельницей и химической лабораторией склад бывает очень вместительным заставленным разными предметами но чем больше предметов тем труднее в них разобраться мельница способна перемалывать только то что в нее засыпает если она маленькая примитивная то хорошее зерно она все равно перемелит в очень неплохую муку а если вы возьмете мельницу большую современную самую лучшую с хорошими жерновами идеальными ситами и загрузите ее плохим зерном она ничего хорошего вам не выдаст творческий мозг это высший тип мозга это химическая лаборатория в нее загружает все что угодно а получает принципиально новое синтез там работает все знание память способность к собственному мышлению такой мозг очень редко встречается редко даже у тех у кого голова большая наверное у ленина был такой мозг предположил я у ленина переспросил удивленный адмирал что вы у ленина был мозг идеологический это еще один тип и не часто встречающийся ни склад ни мельница ни лаборатория а что-то вроде головного желудка закладывается много всяких продуктов высокого качества все они перевариваются и превращаются в дерьмо но тогда обрадовался я найденному определению значит и у Шубкина мозг желудок нет нет возразил мой собеседник у Шубкина как раз мозг мельница если бы в него засыпать хорошее зерно могла бы получиться мука а он загрузил свою мельницу ленинским дерьмом и на выходе тоже получилось дерьмо я выгреб из стакана из пятой чай бросил его в огонь а себе заварил новую порцию вам тоже повторить спросил я адмирала да пожалуйста мне бы все таки хотелось сказал я довести начатый разговор до конца а значит вы считаете что человек может быть очень образован много знать обладать феноменальной памятью иметь необычайные способности к языкам и быть при этом попросту дураком ну да кивнул адмирал ваш Шубкин тому пример а Ленин и Ленин дурак спокойно сказал адмирал тут уж я просто не выдержал ну знаете сказал я вы конечно оригинал и парадоксалист к Ленину я и сам отношусь критически но называть его дураком это уж слишком он весь мир перевернул а с какой целью с какой целью это дело другое нет разгорячился наконец и адмирал а это не другое дело я уже вашему Шубкину объяснял умный человек это человек который ставит перед собой цель и исполняет а кто ставит перед собой неисполнимую цель и не понимает того что она неисполнима тот не может считаться умным ну бытовом смысле вы предположим и правы но Ленин он же ставил перед собой непростую он ставил грандиозную цель поэтому он и дурак непростой сказал адмирал грандиозный дурак запишите себе это тоже в тетрадку Ленин грандиозный дурак адмирал полагал что мысль свою надо все-таки аргументировать я сказал он в отличие от вас у меня время было его всего прочитал от корки до корки он же извините полностью обосрался во всех смыслах о революции он совершил власть захватил Россию перевернул но для чего где то что он предсказывал где коммунизм почему жив до сих пор капитализм если он еще при нем достиг последней стадии Шубкин в доказательство его ума говорил что Ленин после революции понял что зашли слишком далеко решил частично вернуться к капитализму и объявил НЭП но не глупо ли разрушать то что существовало полностью чтобы вернуться к этому частично в общем повторяю ваш Ленин был грандиозный дурак или гениальный дурак если вам это приятнее слышать но что вообще дурак мне это настолько очевидно что даже спорить лень было уже поздно но я рискую опоздать на последний автобус спросил адмирала а что он думает насчет Сталина тоже дурак нет сказал адмирал кутаясь в плед Сталин как раз не дурак он ставил перед собой ясный ему самому цель и четко их исполнил но он при этом говорил какая разница что он говорил устало зевнул адмирал важно что он делал а делал он всегда именно то что хотел в октябре 1961 года на 22 съезде КПСС старая большевичка Дора Лазуркина еврейка отметила Аглая обвинила Сталина во многих нарушениях социалистической законности и предложил вынести нарушителя из Мавзолея всем было ясно что предложение сделано с одобрением по указке вышестоящих товарищей поэтому товарищи ниже стоящие точнее ниже сидящие поддержали предложение одобрили его в душе осуждая бурными аплодисментами а затем уже другие товарищи отделили товарища Сталина от товарища Владимира Ильича Ленина и под покровом ненастной ночи втайне от народа трусливо закопали у кремлевской стены разумеется заранее предполагались народные волнения с этой целью в Москву были стянуты дополнительные силы КГБ и МВД было усилено милицейское патрулирование и объявлена готовность номер один в Кантемировской и Таманской дивизиях и все эти усилия оказались совершенно напрасны народ еще недавно поголовно обожавший товарища Сталина откликнулся на проведенную акцию полным и равнодушным молчанием ему это было как говорилось в самом народе до фени и чего ждать от народа когда даже партийные вожди от высших рангов до низших которые еще недавно превозносили Сталина до небес клялись ему вечной любви и верности обещали жизни за него отдать как только подвернется малейшая необходимость или возможность тут же Стали торопливо снимать портреты своего любимца выбирать с книжных полок и выкидывать на помойку тома его сочинений освобождая место для уже растущего собрания сочинений Никиты Сергеевича Хрущева нашего дорогого и любимого 31 октября в день окончания съезда пришло Аглайе письмо с далекого острова Свободы как тогда называли Кубу Марат окончил институт международных отношений был направлен тогда помощником пресс-атташе в советском посольстве в своем первом письме он без лишних подробностей писал о своей новой жизни о невыносимой жаре о местных обычаях сигарах напитках танцах и музыке письмо заканчивалось сообщением что Зоя в гаванской больнице родила сына которого молодые родители назвали в честь покойного отца Андреем мальчик писал Марат родился большой 4,5 килограмма но беспокойный ночами не спит и плачет отдавать его в ясли доктор не советует пришлось нанять домработницу которую посольство оплачивает лишь частично но несмотря на скромные зарплаты и большие расходы Марат надеялся скопить денег на Волгу и на дом в деревне поэтому отказывать себе приходится буквально во всем в конверт была вложена фотография голого карапуза с пальцем во рту Аглая посмотрев на фотографию положила ее в ящик письменного стола и написала в ответ что проклинает Дору Лазуркину и ее слушателей она конечно имела ввиду Хрущева и всех участников съезда КПСС но считаясь вероятной перлюстрацией ограничилась словом слушателей слушателей не проявивших принципиальности и единогласно одобривших навязанные сверху решения включая как она намекнула разрушение того что не ими было построено стараясь упрятать свои главные мысли в подтекст Аглая выражала возмущение современными вандалами и разрушителями святынь для которых ничто не дорого ни родина ни народ ни история ни люди которые творили эту историю при этом она выразила уверенность что горбокопатели просчитаются тело великого человека можно зарыть где угодно но память о нем не закопаешь вооруженная историческим оптимизмом Аглая обещала сыну что он еще доживет до полного безоговорочного восстановления справедливости доживет до того дня когда как когда-то предвидел великий вождь будет и на нашей улице праздник запечатав письмо Аглая решила отправить его заказным и для того отправилась на почту это время года было в долгове как обычно муторным и дождливым дождь всыпался без просвет на неделе полторы или две отчего вся природа поблекла посерела набухла и растеклась жидкой кашей по улицам грязь под ногами чавкала мучительно и со вкусом всасывала в себя оглаяны резиновые сапоги чтобы не остаться босой приходилось выдирать сапоги из грязи после каждого шага подтягивая голенище руками так отвоевывая размокшей почвы каждый свой шаг передвигалась оглая вдоль заборов и заборчиков и вдруг увидела трактор ЧТЗ который утопая по радиатору в грязи и натужно урча плыл ей навстречу и волок за собой на трассу крупногабаритный продолговатый предмет показавшийся оглая поначалу бревном но присмотревшись она разглядела на одном конце бревна носок сапога а на другом нос ус и козырек фуражки торчащий крайне нелеп бежать по такой грязи было совсем невозможно надвижимая сильным чувством оглая сумела обогнать трактор выскочила на середину улицы и не обращая внимания на жижу потекший влевый сапог через край голенища картинно раскинула руки и закричала стой стой трактор продолжал урчать и двигаться на оглаю к сожалению рядом с ней не оказалось в тот момент какого-нибудь воятеля или живописца способного запечатлеть эту незабываемую картину тупо прущий напролом трактор чатэзэ и хрупкая женщина широко раскинутыми руками съехавшим на затылок капюшоне с выбившимися из-под него волосами уже с проседью в глазах которые застыла решимость умереть но не сойти с места нет не было на месте действия ни скульптора ни живописца но был чуть поодаль поэт серафим бутылка с авоськой полной стеклотары к тому времени он давно оставил планы широко прославиться но еще не потерял надежды на удачный гешет а именно что удастся ему сдать все шесть бутылок из-под жигулевского пива и приемщица не заметит на одном из горлышек маленькую щербинку тогда он к имеющимся у него двум рублям мелочи добавит вырученные и ему хватит как раз на бутылку кубанской да еще и на пачку помира и на коробку спичек план скромный но зато рассчитанный до последней копейки и исполнимый в мешковатом пальто с заштопанными локтями цепляясь за штакетник пробирался поэт к пункту приема стеклопосуды и увидел Аглаю вылезшую с раскинутыми руками на середину дороги однако никакого героического шеста в ее порыве не усмотрел решил что баба надумала нанять технику для перевозки дров о чем надо бы позаботиться и ему а может и усмотрел но пребывая в творческом кризисе не превратил свое наблюдение в стихи во всяком случае каких бы то ни было упоминаний об этом событии ни в его стихах ни в дневниковых записях впоследствии не обнаружилось тем более что он вообще никаких дневников не вел трактор надвигался на Аглаю она стояла на месте сцепив зубы и сжав кулаки трактор остановился водитель его Слава Сироткин высунулся из кабины и прикрывая лохматую голову от дождя брезентов рукобицей поинтересовался у Аглаю не из дурдома ли она часом сбежала Аглая подошла сбоку и кивая наволочемы трактором спросила ты куда это тащишь чего спросил Сироткин ты понимаешь кого ты тащишь и кричала она шум двигателя а кого Сироткин втянулся назад в кабину и достал из-за уха заложенный туда про запас папирос ты понимаешь что это Сталин а то кто же ясное дело он ну и куда ж ты его тащишь велели на станцию оттаранить сказал Сироткин закуривая а там должна отправить на переплавку металл в стране ужасно нужен для космоса металл возмутилась Аглая это тебе разве металл это же памятник товарищу Сталину мы его всем народом возводили мы его ставили когда у людей не было хлеба и нечем было кормить детей мы себе во всем отказали чтобы его поставить сюда а ты его волочишь по грязи как чушку какую и не стыдно тебе тракторист удивился о чем мне стыдиться мамуля как говорится стыдно у кого видно а я же этот ну как ну тракторист мне скажет тащу я тащу не скажет пойду в курилку вот так буду во он показал как он будет курить и никаких вопросов а если тебе ленина прицепит тоже потащишь Сироткин посмотрел на нее с укором мамуль про политику не будем это там у кого больше головы это да а я тракторист 66 рублей в месяц ну и под Колымлю если кому там спахать огород или чего а кого цеплять и тащить это мамаша у нас бригадир Дубинин решает он говорит допустим ты Сироткин должен это туда а я что же скажу он мне скажет туда а я не туда что я не это или чего так что мамуль подвинься и поедем далее Сироткин снова взялся за рычаги но Аглай опять встала перед трактором Сироткин отпустил рычаги откинулся назад и расслабился слушай сынок сказал ему нежно Аглай а что если Серафим бутылка видел Аглая села в кабину рядом с трактористом тот зашуровал рычагами трактор двинулся вперед широко развернулся и поволок свою чушку в обратную сторону постороннему наблюдателю дальнейший маршрут трактора показался бы странным проделав длинный извилистый путь вместе с волочимым произведением искусства он оказался на северной окраине города у ворот автобазы треста межколхоз строй там Сироткин оставил Аглаю в работающем тракторе бегал и искал своего друга водителя автокрана Сашку Лыкова Сашки на месте не оказалось сказали что на вокзале участвуют перевески портретов в предстоящей годовщине Октябрьской революции там на фронтоне вокзала висели Маркс Энгельс Ленин Сталин а теперь остались Маркс и Ленин Энгельса убрали ради симметрии Сашку нашли в буфете где он после перевески портретов пил пиво и калякал о том о сём с буфетчицей Антониной его отвлекли от буфетчицы взяли поехали теперь уже к дому где жила Аглая впереди шёл трактор за ним волоклась статуя а за ней двигался автокран дотащили статуи до окна бросили сбежались конечно жильцы стали смотреть что будет оказалось речь идёт о внесении монументов в квартиру Аглай габариты позволяли у статуи рост два с половиной метра а потолки у Аглая три метра десять сантиметров Сашка как более сообразительно осмотрел рабочее место сказал будем двигать в окно а как спросила Аглая через рычаг архимед мамаша говорил через рычаг я чего хочешь переверну так что вот под вандажем подверуем поднатужимся и втащим если с умом мамаша то я тебе даже слона втащу как они исполнили этот необычайный заказ сейчас даже трудно себе представить но во второй половине того дня чугунный генералиссимус с помощью автокрана четырех рук из-за четыре бутылки водки был поднят тащен через окно и установлен в гостиной Аглай Репкиной в углу между двумя окнами из которых одно выходило на юг во двор а второй смотрел на восток на автобазу на улице Розенблюма конечно сам генералиссимус на своих ногах стоять не мог требовал хоть какого-то педестала Саш Калыков притащил пятимиллиметровый лист железа сварочный аппарат и к нему статую приварил причем сделал это уже совершенно бесплатно в прежние времена вселение кого-то не имеющего в жильях кому-то имеющими его в избытке называлось уплотнением до сих пор и до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...